Спасибо, спасибо всем. Добрый вечер. Сегодня задана тема из двух слов, чем-то схожих и чем-то отличающихся. Жизнь и выживание. Сегодня будем говорить об этих двух понятиях. Тема безмерно глубокая, можно это обсуждать. Годы, десятки лет жизни. Что же такое жизнь? Это загадка по седению. И почему нужно выживать? Другой вопрос. Как это связано вообще? Почему вот эта жизнь поставлена в такие условия? Выживание. Кто-то называет это эволюцией, может быть. Выживает сильнейший вид жизни, продвигает эту эволюцию. Кто-то так наблюдает. Кто-то видит, что в этом нет смысла, потому что выживание подразумевает какое-то насилие, какую-то ошибку природы. Потому что жизни не свойственно испытывать насилие над собой и над другими. Так, как вот эти вещи нам понять сегодня? Тема очень глубокая. И мы, конечно, будем обращаться к древним источникам. Почему древние? Потому что сегодня эта тема не изучается на уровне философии. Я поясню почему-то. Говорю не так, что нет философов. Есть люди склонны к философии, конечно же. Я тоже немножко склонен к философии. Но что же такое философия? Древние говорили, это образ жизни. Это не просто же уметь джонглировать словами, понятиями и придумывать новые какие-то теории, логические цепи. Это образ жизни. В Упаде Шамрити трактат не такой уж древний, примерно около 500 лет назад, один из великих подвижников, сделал вступление к своему трактату, очень интересное. Оно, кстати, основано на древнейших посланиях. Он выделил шесть вещей, освоив которые человек может стать философом. То есть мыслить, при помощи мысли понять, что такое жизнь, при помощи размышлений. То есть это не такая простая вещь, то есть мы все как-то мыслим, но мыслим по-разному. Видите, почему? В чем причина? В Бхагавадите говорится, потому что чувства разного типа и ум может быть разного типа. Поэтому есть разный опыт ощущений, представлений, понятий, мнений. У каждого микроба свое мнение, как говорится, каждый индивидуум. Мы видим эту несогласованность, мы не можем при помощи усреднения каких-то мыслей наших, общественных, все-таки достичь цели. Столько ошибок совершено было коллективным образом, именно усредненным образом. Большевики, большинство, значит, и меньшевики, а потом снова это меняется, то есть это постоянно как-то волнообразно. И этот Рупага с вами подвижник говорит, что пока человек не проконтролирует, не совладает с шестью побуждениями своими, он не станет философом. Его чувства будут иметь лишь индивидуалистичный характер. Ну, моя истина, моя правда у меня есть. Что такое моя правда? Мой опыт? Какой я так чувствую, я так вижу, я так думаю, так было, я наблюдал, но в чем я не прав? Абсолютно прав для себя. А в чем я не прав? То, что я думаю, что другой человек должен принять мою правду? Ага. У каждого человека, видите, есть свой опыт, и он правильный опыт. Это факты, мы опираемся, ведь я так чувствую, но это лишь чувство, говорится у Богородицы. Матрас, парша, стука, он-то яши, тошно, только да. Что он говорит? Приятно, неприятно, плохо, хорошо, друг, враг, чувства. Это просто чувство, уберите деятельность чувства, уберите, что нет ничего плохого и хорошего. Есть просто физические и психические законы. Чувства, говорят, это плохо, потому что больно или неприятно, слишком холодно, слишком жарко, нехорошо, нужно вот так вот в этом диапазоне, у меня хорошо, вот это хорошо, это плохо, но это лишь, говорят нам, чувства. Человек с другими чувствами, другое будет иметь понятие. Так как же определить эту истину? Ну что же нам опираться? Язык, желудок, гениталии. Первая связка – это наука йоги. То есть есть три сильнейших побуждение тела у каждого. Они связаны с функцией языка, желудка и гениталии. Если не привести это в гармонию, не станем философом. Философия языка неконтролируемая, философия желудка, философия гениталиев. Возьмите Фрейда. Он все основал на сексуальной энергии, на нижней чакре. Он объяснил мир с этой точки зрения. Но это лишь точка зрения, которая повлияла на весь мир, смотрите, потому что более высокой точки зрения не нашел человека. Ну просто нет. Ни масса несовершенств этой философии и стремление к смерти человека, он описал, естественно, как к освобождению от страданий. Он не нашел решения. Он просто описал вот такие вот вещи, с которыми нам приходится жить. Но ничего не улучшилось. А может даже и больше того, гениталии получают свободу сегодня. Свободомыслие, то есть философия гениталиев. Философия желудка – это экономика, это забота об экономике, об экономическом процветании и не больше. Другая точка зрения. Философия языка означает, что нужно, чтобы все было комфортно, вкусно, приятно. Мудрые говорили, комфорт отвратителен, потому что он уводит от истины. Язык, желудок и гениталии, значит, отрегулированный. То есть жить просто, но слить возвышенно. То есть человеку предписано аскеза, который сделает его здоровым, с твердым разумом и сильным физически, ментально и решительным. То есть внутренняя энергия начинает появляться в нем сила. Аскеза дает силу. Например, мы, чтобы быть здоровым, должны бегать, тренироваться, это аскеза, соблюдать диету, если что-то не так, восстанавливаемся. То есть мы должны трудиться, чтобы чему-то научиться, чтобы что-то понять. Мы постоянно должны быть в каких-то усилиях. Аскеза бывает вынуждена, а бывает добровольная. Добровольная аскеза переносит счастье человеку, силу и хорошее самочувствие, как исполненный долг. Вынужденная аскеза – это страдание. Если мы не совершаем добровольную аскезу, приходит вынужденная аскеза. То есть нам приходится этот термин понимать – выживать. Сам себя не могу дисциплинировать. Дисциплинирует либо природа, либо болезни, либо законы государства, если я что-то нарушаю. Болезнь – это тоже закон. Здоровье – это тоже закон. Не нужно нарушать закон. У животных таких проблем практически нет, как у человека. Меньше гораздо проблем. Замечено, что у них нет психических отклонений. Они более здоровы, более сильны, что живут естественной аскезией. И страдания не так проявлены, они их не чувствуют так сильно, как человек, потому что чувствуют более грубы. И ум более упрощенный. Страдания есть. Но поскольку грубые чувства, они не сознают, что это страдание. Они могут задать вопрос – а почему я страдаю? У них нет избыточного разума, чтобы посмотреть на свою жизнь со стороны. Кто я? Зачем? Почему? Почему так? Жизнь устроена. У животного нет такой способности. Человеку дана способность узнать, кто я, как я устроен, как тело. А вот у меня есть язык, желудок и генитария. Оказывается, их функции влияют на мое мышление и восприятие мира. Ешь, пей, веселись – язык. Отсюда все исходит. Самое жадное чувство, активное – это язык. И он имеет двойную функцию. Как орган восприятия вкуса. Посмотрите, сколько мы для языка. Сигареты, жевательные резинки. Всегда что-то тянет рот, ребенок. Язык активен. И вторая функция – речь. Смотрите, речь вообще определяет судьбу человека. Сегодня мало кто об этом знает. Если мы не контролируем речь, непредсказуемое явление нашей жизни. Одним словом можно все разрушить. Серьезно. Мы знаем, как это работает. Когда-то Эзоп спросил… То есть Ксанф спросил Эзопа, который был у него в рабстве. Это такой светский глуповатый философ самодовольный. А Эзоп – мудрец. Но он раб. И однажды Ксанф спрашивает Эзопа. «Скажи, что самое прекрасное в этом мире? Какая вещь самая прекрасная в этом мире?» Эзоп сказал. «Язык?» «Что ты имеешь в виду, Эзоп?» «Ну как же? Язык может говорить «да». Язык может говорить правду. Язык может выражать тонкие чувства, как поэт, как певец, как музыкант. Язык может говорить о любви. Боже мой! Это такой дар человеческой речи!» Ксанф подумал и сказал «Эзоп, ты прав. Мне нравится ли ты говоришь? Ну тогда скажи, что же самая отвратительная вещь на свете. Язык сказал Эзопу. Ты противоречишь себе, ты только что скажешь, что язык – самая прекрасная вещь. Эзоп, я тебе накажу, докажи!» Язык может сказать «нет». Язык может солгать. Язык может предать. Вот, действительно, язык может быть самая отвратительная вещь в мире. И большей частью в нашей общественной личной жизни причина наших страданий – неконтролируемая речь. Травмы остаются пожизненно от этих слов, которые мы иногда слышим. Одно или два раза всего в жизни можно услышать такие слова от близкого человека. убийственно, травматично и всю жизнь становится. То есть это целое искусство, оказывается, контролировать язык. И его вкусовые функции связаны с речью. А речь, как звук, связана с умом. Как говорим, так мыслим. А как же нам научиться говорить, чтобы жизнь разрушалась, чтобы счастье принести? Учиться слушать. Сначала нужно слушать возвышенные прекрасные вещи и ничего другого. Называется воспитание. Так услышать глубоко, что когда мы услышим что-то дурное, мы отторгаем это, выплевываем. И не проникает это в ум и в сердце. Мы не пускаем туда дурные вещи. Даже думать о других плохо не хотим. Да, но как же мы не можем плохо думать о других? У них есть недостатки, то есть люди всякие бывают. Есть враги, есть друзья, да? Мы так уверены в этом? Древние говорят, это выдумка ума и неконтрибируемых чувств. Нет друзей врагов. Мы все приняли к одной категории джива – жизнь. Все живые существа – это джива – жизнь. И человек должен научиться жить. Можно сказать, что животные не враждуют. У них нет этого чувства враждения. Они просто утоляют свой голод, едят друг друга. Нет враги, ничего. Там нет воин организованных, нет политики. Есть просто инстинкт. Если они видят пищу, смотрят на живое существо, тигр видит пищу. Ну, нет ненависти к этому. Он не совершает какого-то аморального действия. Хотя он жестоко как убийство действует. Но он не действует аморально. Он просто животное. Ему прощается, его никто не осудит. И как же мы пришли к тому, что мы едим сегодня плоть забитых животных? Сожмем спокойно. Смотрим, как на пищу. Совершенно не думая о процессе. А как это случилось? Где же наши чувства? Где же наш тонкий разум любящих людей? Жизнь? Как это случилось сегодня? Что можем обидеть близкого человека? Не проконтролировать себя, свой ум, свое настроение, свой эгоизм. Оскорбить. И плевать на последствия. Можно сказать, что мы невинны, потому что не знаем многих законов природы. Но те древние описали эти законы. Например, что такое злая речь? Это предвестник смерти написано там. Вот к чему это приводит. Обязательно злая речь перейдет к насилию, крови, а к отмщению. И как же... В семье это очень важный момент. Все семьи разваливаются, потому что главное сегодня слова используются неправильно. И так как же нам выжить? Кто злей, может быть, кто больше оскорблений совершит? Кто более сильный, выживает же сильнейший? Ну как это можно применить в семье, где есть любовь? Какая раз там сильный, не сильный, слабый, больной или здоровый? Там любовь и доверие. Как? Ребенок слабый, что можно его съесть, что ли, убить? Женщина слабее, мужчина, значит, можно его просто бить, эксплуатировать? А она говорит, это не любовь. Жить жизнь, симптом жизни выше – это любовь. Но что такое любовь? И что такое жизнь? Неопределенная вещь вообще. Кажется, мы все любим, но все страдаем при этом. Но это значит не любовь. Есть несколько примеров любви из древних источников. Послушаем. Первая категория – любви. Когда человек отвечает на любовь только тогда, когда получает ее. Вот сколько получил – столько дает. Не больше. Четкие калькуляторы у них есть. Он или она – неважно. Вот они так следят друг за другом. Кто сколько кому дает. Если не получает столько, сколько отдал – будет претензия. Начинают претензии друг другу придать. Кто кому сколько должен. И через 20-30 лет скажет – ты всю мою жизнь угробил. Я не получил или я не получил от тебя то, что я ожидал столько. А я всю жизнь на это потратил. И всякий говорит – я, я, я. Я столько сделал, я столько сделал. От тебя что? От тебя что? А ты кто такой? Это первая категория любовных отношений. А мудрые говорят – это не любовь, это больше торговля. То есть это не называют любовью. Вторая категория – высокая, выше, сразу на порядок выше. Когда человек любит, невезирая на то, что не получает взаимности. Продолжает любить. Пример – родительская любовь. Мать так любит ребенка. Он может быть капризный, он может быть не другой характер. Он может ссориться с матерью, обижать ее чем-то. Но она все равно продолжает его любить и заботиться о нем. Причем это считается высшей, чистейшей любовью в этом мире, в котором мы с вами сегодня живем. Такой любви больше нет в нашей жизни, как любовь к матери и сыну, например. Мне однажды об этом сказала сама мать, когда была жива. Я думаю, что она мне первая открыла эту истину. Потому что я не задумывался об этом. Как и многие люди, там, растут, молодые, живут своей жизнью. Мать где-то есть, да, и всякий раз можно прийти к ней, она всегда будет заботиться о ней нормально. Но я живу, у меня своя жизнь, свои достижения. Часто забываем об этом. И с чем-то я был не согласен, помню, с ней, как-то иногда мы ссорились. Она же мне сказала эту фразу. Она говорит, послушай меня. Тебя никто так в жизни больше любить не будет, как я. Потому что я твоя мать. Никто. Ты не найдешь подобного человека в мире во всем. Такой любви ты не найдешь. Я с тех пор задумался. И сейчас я абсолютно уверен, что мать была права. Почему? Это бескорыстная любовь. Но там есть недостаток. Она несколько слепа. Она всепрощающая. Там есть тоже недостаток. Поэтому родители не могут полностью воспитать характер ребенка сами. Их любовь слепа. Должны отдать учителю, говорится еще. Сами не могут строго обучить. И дети склонны спорить с ними, опираясь на их мягкость, их доброту родительскую. Склонны надо бросать даже вызовам. Это третья категория отношений. Когда человек неблагодарный, он получает любовь и не замечает этого. Ему не нужно это ни получать, ни отвечать. Он неблагодарный. Он склонен бросать вызов старшим потом. И старшие работают, воспитывают. Он потом говорит, да, все это не нужно. Все это устарело давно уже. Все ваши ценности, моральные ваши наставления не нужны. И без вас проживут. Это плохие люди очень. Но там есть другая категория в этой третьей группе. Атмарама. Атмарама значит духовный человек. Он тоже не нуждается в этом обмене. Он внутри самодостаточный, так они говорят. Духовно наполненный человек. Он не нуждается в материальном обмене. Это третья категория. Ни одна из этих трех категорий не описана как чистая, возвышенная, самовзышенная любовь. Это из нашего опыта. А что же такое вот эта вот любовь жизни? Четвертая категория и последняя. Он не просто любит, а умеет углублять и увеличивать любовь. Вот эта наука утрачена. И когда не хватает любви человеку, он чувствует, что он не живет в этом мире, а просто выживает. Поэтому трудно все делать без любви. Трудно работать, если работа не нравится. Не любим работать. Трудно жить в семье, где нет любви. Между людьми, родителями, супругами любовь. Время она тоже ослабевает. Все становится трудным, трудным, трудным. Невыносимо трудным. Проклятая жизнь называет он ее так. И приходится жить, потому что у меня есть страх. Мне нужно жить. Мне нужно надеяться. У меня есть какая-то надежда на счастье. Все-таки я хочу обрести то, что я хотел бы. Вспомнить свои желания в своей жизни. Я же для чего живу? Чтобы мои желания исполнялись. Быть счастливым, принести счастье другим людям. Вот эта наука, она сегодня забыта. Как же углублять и увеличивать любовь? Для этого нужно сравнить две энергии. Тема глубокая. Мы только сегодня коснемся ее. Я надеюсь, что если заинтересует кого-то из вас, вы дальше просто продолжите изучение самостоятельно. Есть материал. Но сегодня мы попытаемся коснуться, насколько возможно в наших силах, вот за одну встречу. Две энергии нужно изучить основательно. Внешне и внутренне. Все в этом мире, говорят мудрецы, сочетание внешней энергии и внутренней. Что такое внешняя энергия? То, что воспринимается чувствами. Вот видимый, наблюдаемый нами мир. Это все внешняя энергия. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Пять стихий. Над ними выше есть тонкие материальные элементы. Ум, разум и ложное я. Восемь, получается, элементов. Эта классификация дана в древних ведах. Мы не пользуемся сегодня этой квалификацией. Сегодня у нас есть таблица Менделеева и, ну, что-то еще. Психоанализ, может быть. Причем они не связаны друг с другом сегодня. Сегодня вообще мало связей между нашими науками, направлениями, религиями, странами мало связей. Между семьями, в семьях тоже мало осталось связей. А все связано воедино, конечно же. Интересно, что в таблице Менделеева первый элемент был не водород, а эфир. Эфир, как потом упоминали древние греки и также древние физические книги. Первый из великих стихий элементов – эфир, пространство. Я встречал физиков современных, которые утверждают, что это пустота, это не элемент. Там нет какого-то физического измерения. Это просто пустота. Другие говорят, нет, как же в пустоте. Смотрите, там, в этом эфире переносятся сейчас звуки, формы. Мы же передаем видео беспроводные. Смотрите, это все невоздушная среда. Воздух переносит звук 333 метра в секунду. А мы набираем телефон, и как только контакт появляется, сразу же послышим друг друга. Эфир не изучен. Эфир связан с воздухом, воздух связан с огнем, огонь связан с водой, вода связана с землей. Так происходит некая трансформация. А что же тоньше эфира? Ум. Смотрите. Есть элементы земли в теле. Есть стихия земли. Сколько планет во Вселенной? Сколько там элементов земли? Тело из воды составляет 90%. Есть стихии воды, океаны, реки, моря и во Вселенной. Много этого элемента. Есть тепло в теле, элементы огня. Есть стихия огня. Есть ум. Есть стихия ума. Кто сегодня об этом знает? Что такое стихия ума? Еще есть более тонкий разум будхи. Есть стихия разума. Есть непосредственно сознание и есть сверхсознание. Смотрите, что происходит. Не то, что только у меня есть разум и сознание. Есть энергия. Я частичка этой энергии. Но чтобы понять эти вещи, нужно разобраться, что такое внутренняя энергия. Внешняя энергия состоит из этих грубых элементов. Она комбинируется при помощи тонкой энергии. Скажем, ум – это тонкая энергия по отношению к телу. И смотрите, кто управляет этим телом? Ум. Кто формирует это тело? Ум. Кто закладывает матрицу на будущее рождение, в следующей жизни? Ум. Написано в Древних Писаниях. Изучив немного функцию ума, мы видим, что в этом есть какой-то смысл, оказывается. Они не были глупыми, эти мудрецы. Они занимались аскезами, медитациями, йогой. И вот они утверждают такие вещи. Если мы с вами испугались в ту же секунду, да не секунду, сотую, десятую секунду, адреналин в кровь выбрасывается, мгновенно происходит. Откуда адреналин берется? Его не было только секунду назад. Ум. И вы подпрыгиваете, у вас есть толчок. Потом соображаете, что происходит. Автоматически происходит. В кровь вырабатывается адреналин. То есть состав крови показывает на ваше умонастроение. Если человек завидует кому-то, злится, и кровь вырабатывается, и яд выбрасывается. Неприятное вещество, элемент в крови. Вы ходите, и вам плохо? Вы носите этот яд в крови просто. Откуда? Из ума, из собственных мыслей. И вам говорят, ну подумай о чем-нибудь хорошем. А вы не можете. Он очень силен. Он властвует над нами. Смотрите. Получается, что я – это одно, а ум – это другое. Мне доктор говорит, вам нельзя нервничать. Ну, доктор дали мне рецепт. А как не нервничать? У меня такой характер. Я всю жизнь нервничаю. Я вспыльчивый человек. Но нельзя у вас сейчас там язва желудка – нельзя, понимаете? Или у вас инфаркт миокарда или инсульт – сейчас нельзя. Тогда, поскольку я не могу сам с этим справиться, мне делают инъекцию, тормозят это все чисто искусственно. Я как овощ лежу – спокойный и здоровый, понимаете? А древние говорили, не тело определяет физическое здоровье, а состояние ума. Да, они были правы, смотрите. А если вы влюбились в кого-то, это сильное чувство очень. Это тоже умонастроение. В крови, смотрите внимательно, С8H12 азот – вот она формула. Химики мне сказали. Формула любви называют ее. Это наркотик. Вы вырабатываете наркотик сами. Кто нам мешает быть счастливыми? Как говорил Казьма Прутков, если хочешь быть счастливым, будь им, пожалуйста. Поработает со своими умом. Но дело в том, что ум – это тоже внешняя энергия, просто более тонкая. Потом мы говорим, давай вот думать об этом. Давай вот переключим внимание на это. Давай, все будет хорошо, все будет хорошо. Мы внушаемся друг другу искусственно. Давай расслабимся, давай отойдем от этих вещей. Как-то вот свой ум отвлечем от неприятностей, от обид, от этих вот раздражительных вещей, от страхов, от фобий. Сегодня это большая проблема – страхи и фобии. Мы не уверены в завтрашнем мире, смотрите. И эта ситуация будет накаляться дальше еще, потому что есть закон определенный. Это не случайные вещи. Она волнообразна. Смотрите, что происходит. Кризис – отступает. Больше кризис – отступает. Еще больше кризис – отступает. Как старость приходит. Это называется разложение общества. Мы идем неправильным путем, неправильным мыслям. Но чужие люди – это неправда. Мы придумали все эти вещи. Мы не доверяем друг другу. Есть причины, я согласен. Причин много. Мы боимся друг друга. Человек человека боится. Не доверяет. Нас не научили работать с умом. Это главная наука. Чтобы жить полноценно, нужны чистые помыслы, высокие. Взвышенные мысли и простая аскетичная жизнь. Человек очень счастлив и веселенно становится. Мысли. Были мы когда-то в одной деревне, не севере Казахстана. Лухая совершенно таежная деревня. Еще зимой туда пришли. Красота. Типа Алтай такие края. Уже, знаете, лесистые. Может быть, несколько всего домов. Люди живут. Не знаю, как они живут. Снега много. Там такие тропы. Мы там решили провести как-то время в зимовье. Там такой дом есть, где приезжают люди. Свободно можно заходить. Печь растопить, можно остановиться. Мы так и сделали, остановились. И мне сказали, друзья, тут есть, можно в баню сходить. Настоящая баня. В дровах, печь, тут снег. Можно так закалиться. Я говорю, ну, хорошо. Мы пришли к этой хозяйке напротив. Дом. Женщина. Уже не молодая. Ну, я говорю, в баню можно? У нее баня. Своя. Она ни денег не просит. Ну, деревенские люди, знаете. Ну, да. Идите, вот баня есть. Только, знаете, воду сами наносите. Мне сегодня что-то не здоровится. И она так идет, знаете. А на пути у нее вот эти сани. Ну, лошади тянут. Сани. По дороге. Она их не обходит, а так рукой отбрасывает в сторону. Мне сегодня не здоровится. Говорит. И идет в дом. Это я видел собственными глазами. Человек очень сильный, крепкий, добрый. Это гости. Вообще не думает ни о чем. О какой-то выгоде ничего. Сразу знакомься. Сразу все открыто. Сразу все становится ясно, кто из кто. Никакой скрытности. Никакой мимикрии, понимаете. Никакой лжи. Это удивительно. Как простая жизнь. Возвышенное мышление. Открытый ум. Это, говорится, открытый ум между людьми и доверия. Развивает любовь. Увеличивает и углубляет. А мы сегодня скованы. Почему? Выгода управляет этим миром. А не любовью. Ты мне о тебе. Взаимовыгодно? Согласно. Согласно. Даже в браке так. Взаимовыгодно? Согласно. Когда только кому-то невыгодно, чувства не удовлетворены, мы отказываемся. Нас не обучили контролировать язык, желудок и гениталии. Три вещи. Три кита. Простая вещь. Попробуйте. Совсем другой взгляд на жизнь. Совсем другой взгляд на жизнь. Когда вы контролируете язык и гениталии, вы увидите все совершенно по-другому, оказывается. Это три вещи. И еще три тонкие вещи, которые нужно обуздать человеку. Это ум, речь и гнев. Гнев – серьезная вещь. Откуда берется этот гнев, как раздражение? Как заноза в обществе, это неудовлетворение, раздражение. Вот по малейшему поводу возникают ссоры. По малейшему. Иногда даже без причины. Что-то показалось, подумал, и уже ссора возникает. Давайте разберем этот механизм. Он написан. Есть законы. Гнев. Откуда он берется вообще? Во мне вспыхивает. Разум теряет, когда он вспыхивает. Из любви. Если так можно сказать. Но если точнее сказать – из вожделения. То, что мы называем любовь, сегодня большей частью – это вожделение. Мне нравится этот человек. Я хочу его присвоить себе. Это вожделение. Любовь не сковывает. Любовь освобождает, на самом деле. Но как же я могу освободить? Это что значит? Он любит меня и может любить кого угодно, что ли? Свободно жить, свободно любовь? Вы на это намекаете? Нет, нет, нет. Если вы контролируете все эти побуждения, вы свободны. Вы не пойдете гулять над своей женой, над своего мужа. Вы же контролируете побуждения. Если вы чисты, если мужчина чист в мыслях и поступках, то написано древними. Он может идти куда захочет и возвращаться домой к жене, когда пожелает. Он свободен. Если мужчина не свободен, он не счастлив в семье. Он не счастлив в семье. Это его природа, свобода. Женщина наоборот. Она счастлива, когда зависима от хорошего мужа. Когда получает заботу, любовь от него, поддержку, защиту. А мужчина счастлив, когда свободен. Вот тут есть противоречие. Как же это все объединить? Как же сгармонизировать такие две вещи? Если чистота помыслов освобождает. Любовь, как говорят на Востоке. Хочешь проверить? Отпусти птицу. Вернется к тебе твоя. Не вернется, никогда твоей не была. Любовь свободна, на самом деле. Но когда чиста. А если не чисты помыслы? Если не контролируешь язык желудка гениталии? Жена будет беспокоиться, куда ты пошел? А почему тебя не было? А тебе чем-то пахнет? Что у тебя в кармане? Я послеваю телефон. Что там? Я что-то чувствую. Что-то нечистое там. Вот что происходит. Недоверие. Откуда? Вожделение. Причина нашего счастья – вожделение. Причина нашего страдания – тоже вожделение. И описывается так. Вожделение никогда не удовлетворяется у человека. Как огонь. Сколько вы дров не положите, он только больше становится и требует больше уже поддержания. Откуда вот эта идея уже распространилась по всему миру и даже узаконилась – однополые браки? Раньше не было. Это прогресс вожделения. Называют там любовью. Это вожделение. Любовь связана со многими высокими целями. Не просто удовлетворение чувств, а гениталия. Это порождение потомства, это культура, это цивилизация, это наука, там много всего. Передача духовных знаний – это великие вещи, кроются в этих семейных традициях. А сегодня – однополые браки. А где ваше потомство? Как вы носите ребенка? Как вы его будете зачинать? Простите, вы не знаете, что это такое. Это целая наука. Вы выбрасываете все эти знания и просто удовлетворяете свои гениталии и говорите – это любовь. Может быть, да, сентиментально сказать, что это вот чувство тоже есть. А где же разум? Чувство несовершенное. Итак, вожделение никогда не удовлетворяется. И в конце концов возникает неудовлетворение. Проклятая жизнь. Вот сколько люди прожигают свою жизнь через вожделение, через удовлетворение языка. И пьют, и курят, и наркотики принимают, и проституцией занимаются. И они счастливы. Они сгорают все. Они сгорают как в огне потом. Их душа, их ум, их чувства. Это страшная картина, во что они превращаются внутренние. Внутренних энергиях страдает их душа, сознание внутри. Она страдает очень сильно. А внешне они показывают, какие они вот, может быть, успешные, может быть, они богатые, может быть, они известные, может быть, они прославленные актеры, певцы, не знаю, кто угодно. Но посмотрите в их душу, вы увидите, там нет счастья. Имитация. Они живут лишь имитацией. Подобно к тому, как богатый человек, он живет счастьем в уме, он думает, я богат. Но что он может съесть много пищи на своем обеде, больше, чем обычный человек? Нет. У него такой же желудок, такие же органы восприятия. Просто в мыслях, я богат, у меня есть небоскреб. Это и узорная вещь. Но в том небоскребе он даже не успевает поесть, потому что ему нужно много работать, поддерживать себя. Он боится, он страхит. Он спать не может спокойно. Сохранить такое богатство, знаете, сколько нужно работать, сколько нужно? Конкуренция какая в мире? Но выжить надо, выживать ему приходится. Где же эта свобода? Итак, вожделение переходит в неудовлетворение, в гнев. Например, любляются люди. И тут эйфория просто. Они точно думают, что они счастливы, но любовь. У них свадьба, они такие, знаете, светятся просто. Все красота на них смотрят. Все хотят посмотреть на жениха невесту. А старики поднимают там рюмку толстую и плачут. Будьте счастливы. Берегите друг друга. И никто не понимает из молодых, а как беречь? Зачем беречь? А, это старые люди, они не знают, что такое любовь. У нас сегодня любовь настоящая. А старый человек посмотрит с опытом и сразу поймет. Вот один эгоист, другая эгоистка. Ой, берегите друг друга. Ой. Поздравляют со слезами на глазах, потому что неизвестно, что из этого еще получится. Не всякий выдержит еще вот эти раздражения. Они влюбляются и не замечают ничего плохого в этом состоянии ума. Адреналин и формула любви. И проходит медовый месяц, он проходит. Происходит привыкание. Чувство, смотрите, вожделение. Народетворяется. Оно привыкает, хочет большего. Вот когда происходит привыкание, мы замечаем недостатки друг друга. Через месяц-другой начинаем понимать, что не все так хорошо, как раньше. Как-то куда-то любовь трансформируется. Он чавкает за столом. Противно так, знаете. Он ему говорит, слушай, ты чавкаешь? А он думает, а ты меня больше не любишь? Я раньше чавкал. Ты замуж вышла за меня, я чавкал раньше. Но сейчас ты не хочешь слышать, как я чавкаю? В Бенгале есть пословица, хозяйка шаркающая ногами по дому разрушить всю семью. Шаркаешь ногами – перестань. Буду шаркать. Я всегда люби меня, какая есть. И каждый, видите, вот эти вот мелочи, и мы отстаиваем их до смерти вообще. Мы готовы развестись, но шаркать буду. Это называется вот этот самый тонкий материальный элемент – ложное Я. Истинное Я – это духовный элемент, внутренний. А ложное Я – самомнение, это вот мнение о себе – ложное. И говорится, расстаться с этим мнением о себе подобно смерти человеку. Вот что он о себе думает? Спрашиваете друг друга об этом? Открыто спрашиваете, кто ты, что ты о себе думаешь? И человек, конечно, пытается что-то скромно говорить. С этим скромными словами всегда есть ложное эго. Обратите внимание, мы все такие. И вот суть, вот это вот испытание жизни освободится от ложных вещей, которые я ношу сам в себе. Вот причина проблемы, этого выживания. Я хочу быть лучше других. Я хочу быть выше других. Я хочу быть умнее других. Мое мнение лучше, чем у вас. Может быть, я так прямо не говорю? Может, я ошибаюсь где-то, конечно же. Я могу это даже признать. Но это случайная ошибка. Следите за газетами. Я когда-нибудь буду известным человеком. Однажды после одной лекции ко мне подошел молодой человек. Двадцать лет. Красавец такой, знаете, вообще. Редко увидишь. Придел руку и сказал, здравствуйте, я Бог. Ну, я смотрю, это серьезный, серьезный человек. Думает о себе что-то так. У меня уже был опыт общения с богами раньше. Поэтому я говорю, ну, я его сразу просто поздравил. Поздравляю. Тут говорить сложно. С таким самым мнением сложно вообще. Поэтому я решил просто так формально его поздравить и все. Но он был недоволен. Он сказал, что вы это никак не оцените? Так на меня, знаете, уже немножко только с давлением. Я его спрашиваю, и что, все с этим согласны? Он говорит, да кругом одни идиоты. Я вспомнил Пушкина, Евгений Онегин. И он там пишет, мы все глядим в Наполеоны. Но у многих тварей миллионы, для нас орудие одно. Он о молодом поколении писал еще тогда. То есть вся молодежь им свойственно носить такие мысли о себе. Наше будущее. Мы тут хозяева, мы тут новое поколение, а это уже устарело. И мы старики, другой биологический вид вообще. Мы не знаем, как там они жили, а они неправильно жили. Мы живем теперь правильно. У нас есть телефоны. У нас есть искусственный интеллект. Почему мы верим в эти вещи? Почему мы не верим в душу, в жизнь? Как нас так перестроили? Удивительно, вот эта вот цивилизация, как она оказывает могущественное влияние у нас. А увеличивается только ведь одна вещь. Причина этому – мое вожделение, мое желание комфорта. Я еще был школьником, и уже говорили, в будущем человек ничего не будет делать. Будут просто кнопки нажимать. Да ты что? Да, да, да. Будут автоматы, будут механизмы, будут такие машины. Все будут просто кнопки нажимать. Сегодня мы достигли этого кнопочного, кнопочной жизни. Бывает, человек уже сидит, у него там мягкое кресло. Столы, тут стулья, все у него есть, тут экраны большого качества. И пульт на столе, на другой стороне. Ему лень подняться. Он говорит, подай, пожалуйста, мне пульт. А с таком-то ему говорят, давай сам. Но он обижается. Из ничего. Сегодня достаточно одного лишь намека, чтобы обидеть человека. Невольного движения, чтобы человек обиделся. Посмотрите, до чего мы дошли. Какое ложное эго. Один мой друг рассказал мне историю. Он шел по улице. Он такой добрый парень. Изучает духовную литературу, практикует. Добрый человек. И видит, бабушка на улице плачет, просто слезы льет. Вот так стоит. К ней говорит, мать, что случилось-то? Может тебе помочь чем-нибудь? Что, у тебя денег нет или что? Давайте, там денег нет. Ну что, говорит. Она говорит, ты мне не поможешь, сынок? У меня вчера внук повесился. Как так? Внук? Сколько лет? Пятнадцать лет. Да почему же? А что ж такое, в пятнадцать лет повесился? А что случилось-то еще? Она ему сказала хорошую вещь. Сегодня, говорит, молодые люди очень гордые, они не живут. Они все будут страдать друг другу причиной боли. И правда? Сегодня никто не хочет заботиться о другом человеке. Каждый заботится только о себе, думает. Вроде себя живут. Это называется ложное я. Истинное я. Посмотрите внимательно. Истина заключается в том, что мы частички мироздания. Мы не главное лицо. Мы составляющие. Истина в том, что мы частичка служить целому. Мы через служение и заботу счастливы. Это в Коране написано. Не любовь главная в браке, а забота там написана. И через заботу мы обретаем, развиваем эту любовь друг о друге. Просто, если мы позаботились друг о друге, мы становимся близкими людьми. В возлюбии ближнего. А кто мой ближний? Спросили Иисуса Христа. Помните эту историю? А он притчу рассказывает в ответ. И трудно разобраться, кто же мой ближний. Тут много людей. А кто ближний? Попробуй. Выбери. А он рассказал притчу, как один человек вез товар, а его ограбили. Избили самого. И даже одежду содрали с него. Бросили на обочине. Вез товар. Его разобрали бандиты и разбежались. Вот он лежал там на обочине. И проехал, говорит, некто, один самарянин там. Увидел его. Подумал, ну, лучше не связываться. Не замечу. И проехал. И второй тоже так же. Увильнул. А третий подумал, человеку плохо, надо помочь ему. Дал ему одежду, небольшие деньги, чтобы куда-то довез его, устроил. Но кто из этих трех был ему ближний, спросил Иисус Хистос? Третий. Ну иди, так делай. Будет у тебя много ближних. Заботься о людях. У тебя будут ближние. А что это означает? Забота имеет трудо взаимную. Забота имеет трудо взаимную. Это закон природы. Как и любовь. Она требует взаимности. Но взаимность через заботу. Не просто через эгоистическую любовь, а через заботу взаимность появляется. И любовь начинает развиваться. Она есть любовь. Она есть в сердце каждого живого существа. Она дремлет там, говорится. Мы все ищем это. Мы хотим этого. Мы реагируем, если видим в природе какие-то явления, как лебеди. Любят лебединую неверность. Мы плачем, песни поем об этом. Все чувствуют ее. Мы не знаем, как ее пробудить, ее как увеличить. Она вспыхнет, а потом неприятности. Бывает уже у женатых людей. Вспыхнет вдруг любовь на стороне, и все разрушит. Очень часто явления света. Настолько стали эгоистичные традиции, что людей даже не интересует судьба своих детей. Они думают, развод – это мое личное дело, дорогие мои. Развод – это высшая мера наказания для семьи, для детей особенно. Это самая сильная травма в жизни. Мы забыли об этом. А было и так, что мы сами наблюдали развод своих родителей, получили эту травму и уже огрубели. Уже стали циничными. Уже потеряли эти ценности где-то. Уже начинаем с какой-то ценности, с другой платформы оценивать все. Моя истина, мой опыт. Я так живу. Поэтому, говорится, есть священные тексты, которые мы возвращаем к истине, к началу. Какая изначально была эта любовь? Божественная. Что такое человек, на самом деле, изначально? Для чего он предназначен? Какая-то великая роль у него в жизни? И как стать великим человеком? Как жить в полную силу? Это описано. Причем, каждый человек может стать могущественным. Любой, сидящий здесь, любой, бродящий по улицам, в деревне, в городе, в других странах, не имеет значения. Предназначение одно. Человек по образу и подобию создан. Он не просто внешне божественным красивым. У него речь, у него культура, у него танцы, у него музыка. Да, он не только это. Но он еще и имеет должность могущества противостоять злу в этом мире. И невежеству. Он должен быть мудрым и любящим. В этом его особая роль. У животных нет этой роли. Они получают любовь и мудрость от человека. Даже животные умнее становятся, общаясь с человеком. Это не так. Общаясь с человеком. А с кем же человек общаться, чтобы развиваться? С тем, кто более продвинут. Изначально мы все учимся. У Бога священные писания называются шрути. Услышанные свыше. Все пророки что-то слышали и передали нам. Но это шрути. Откуда это знание Моисей принес? Он услышит. А пророк Мухаммед откуда? Тоже услышал. Ахан говорил к нему. Приходил 15 тысяч раз за всю его жизнь. И говорил ему какие-то вещи. Потом это стало Кораном. Священным писанием. И все, что он говорил, все так и случалось. На вопросы отвечал. И говорил, что нужно делать. И сам пророк говорил, я пророк, но не знаю, что будет завтра со мной. О, какая силища, смотрите. Какое доверие. Какая любовь. Как это можно без любви доверия вот так вот взять и положиться на этот голос? Скажите мне. Он сначала сомневался. И своей жене сказал об этом. Я, наверное, скажу, с ума ко мне приходит кто-то, некто. И говорит, что мне делать. Хадиджи, его жена была любимая, она была старше на 15 лет. Она сказала, когда в следующий раз придет, ты меня позови. И однажды ночью Архангел Гавриил явился в проеме дверей. Мухаммед увидел его и толкнул Хадиджи. Он здесь. Он говорит, где? В этом проеме стоит. Женщина встала с постели, сбросила себе всю одежду. И спросила Мухаммеда, он еще здесь? Он мгновенно исчез. Это святой. Святой не будет смотреть нам на жены женщин. Это не его, это вожделение. Он сбегает. Другой вкус имеет. Он имеет высший вкус. Сегодня противоположная культура. Принято смотреть на обнаженную женщину. Это как эталон красоты? Возможно. Да, возможно. И так считалось и ранее, что женщина, да, она обладает этой силой, гармонией влиять на мужчину. Но если она целомудрена, она не будет пробуждать вожделение. Она пробудит разум тонкий. То есть мужчина в руках у женщины. Говорится, женщину избежать в этом мире так же невозможно, как избежать смерти для мужчины. Как бы он ни пытался жить, он нуждается в женщине, а женщина нуждается в мужчине. Но если мы выше животного сознания, мы должны понять, зачем это нужно. Ни для деградации, ни чтобы ссориться, как кошки и собаки, ни для разводов, ни для абортов. Для каких пакостей? А для какой-то высокой цели. Ведь мы же человек. По образу и подобию. Мы же люди. Что? В чем смысл? Женщина должна стать женой. Вот в чем смысл. Половина моего тела лучшей. Две души в одном теле, говорится. Вот это муж и жена. Развод невозможен. Если даже разрываются отношения, самскара остается пожизненным. Тонкие тела не разрываются. Тонкие тела соединяются во время сексуальных отношений и тонкого общения. Незаконный секс вне брака, он приравнивается к черной магии. Поэтому происходит нарушение тонких тел. Начинаем думать. Ум становится у нас рассредоточенным. Потому что женщина, жена думает только о своем муже полностью. И в этом есть сила и могущество. Как лупа. Солнечные лучи сужают в одну точку. Возникает огонь. Если кто-то оскорбляет целомудренную женщину, он погибнет от этого человека. Такая сила у него. Самая большая сила сосредоточена в этой мере в женщине, когда она целомудрена. Когда не целомудрена, она растрачивает эту силу. И единственное, чем она привлекает мужчину, если она растрачивает свою силу, внешним видом, формой. То есть округлости. Возбуждает его чувство. Что привлечь в себя. Нужно выйти замуж. Нужна семья. Как привлечь? Вот формами. Качество кожи. Прическа. Сегодня много этих вещей. Слишком много. А внутренний мир, внутренняя энергия где? Это внешняя энергия. И мы видим, что внешняя энергия привлекла. А с основной точки зрения, оказывается, не тот человек был. Внешне с обманул. Не распознал. Не она его, не он ее. То есть сегодня мы владеем внешней энергией. Очень сильно. Это города. Это средства передвижения. Это спутниковая связь. Не знаю. Много-много вещей сегодня творится. Фантастически просто. С точки зрения технологий. Но это лишь внешняя энергия. А внутренняя энергия, как счастье, любовь, находится как будто в клетке золотой. Вот пример дается. У человека есть машина. Хорошая машина. Дорогая машина. Он столько работал, чтобы купить эту машину. Знаете? Аллегория. Потом он заботится, он и не думает. Он смазывает, и протирает ее, и заправляет, не знаю. Ухаживает каждый день. Но сам забывает поесть. Сама душа. Пищи не получает. И вот настанет день, говорят мудрецы, что у него будет сил даже протереть стекло этой машины. Что происходит? Откуда эта сила бьется? Из внутренней энергии. Ну вот посмотрите, цветок. Как он? Сначала стебель вырастает, листья. Видим бутон. Это делает какая энергия? Внешняя или внутренняя? Из внутренней, изнутри все. Там процессы внутри идут какие-то. И так ли? Или возникает какая-то красота? Изнутри. Это изнутри произойдет. Оторвите его от этой внутренней энергии, потока внутренней энергии. Он увядает, распадается снова на эти элементы. Земля, вода. Так кто же организовывает эти высокоорганизованные материи? Виды жизни? Отношения между ними? Как произошло, что получилось два пола? Ученые не знают. Не могут ответить на эти вопросы. Зачем два пола? Это сложно. Гидра размножается почкованием. Вот гидра. И сбоку вырастает гидренок. Отпадает и все. Зачем муж-жена? Зачем еще связываться с этим мужем? Тут не договоришься. Некоторые женщины так говорят. Нет, мне без мужа легче вообще. То есть на мне не нужна жена. Может быть, может быть, если помыслы чисты, а иначе это порождает проституцию. Поэтому брак необходим как защита. Что такое брак? Ограничение сексуальных отношений. То есть вне брака нельзя. Вот что такое брак. Вот для чего он нужен оказывается. Оказывается сексуальная энергия. Вот это вот вожделение. Она должна быть под контролем. Ее сравнивают с огнем. Женщину сравнивают с огнем, которое пробуждает чувства мужчины очень сильно, влияет на него. А мужчина сравнивается с маслом. Сливочное масло из холодильника. Топоров не разрубишь, да? Фарактер мужчина сильный. Но если огонь рядом, что произойдет? Поплывет масло туда-сюда, растечется, не так ли? Хорошо. Если вы топите масло, то нужно знать, сколько огня там где добавлять, где убавлять. Верно же? То вы сожжете это масло. Жена, которая требует от мужа секса и денег, называется тигрица, пьющая кровь. Она сожжет его жизнь. Не в этом оказывается смысл отношений. Что потом женщина, как в сказке «Золотые рыбки», просила о корыте разбитом, а потом уже заявила себя царицей, владычицей морской. Растут желания, видите, вот эти вот. Поэтому огонь должен быть в очаге семейных отношений. Здесь регулируемая жизнь, где масло перетапливается, очищается, это хорошо, на медленном огне. Вот это топленое масло, чистые оги, его называют, очень сильно. То есть, да, в результате можно получить что-то удивительное, в результате исполнения своего долга. Но сегодня, кто хочет свой долг исполнять? Слово «долг» никому не нравится. Мы хотим наслаждаться семейной жизнью. Мне часто об этом люди говорят. Мы не наслаждаемся, помогите нам. В общем, мы еще должны наслаждаться. Одна семейная пара прожила 40 лет совместной жизни. И вопрос, как они 40 лет прожили? Многие развелись, были сложности. А они прожили всю жизнь 40 лет душа в душу. Притча. И они отмечают свое сорокалетие. И жена по обыкновению печет булочки любимые. Всем нравится. Она часто пекла эти булочки всю жизнь. И эта булочка вот такая вот круглая, такая пышная. Она ее разрезала вот так вот вдоль. И пополам. Смазывала сливочным маслом. И мужу всегда давала верхнюю часть такую запекшуюся. Знаете, вот эту особенную такую верхушку с маслом. Всю жизнь подавала ему эти булочки. А себе брала нижнюю. Через 40 лет она подумала. С 40 лет я вот ему служу, ради него живу. Имею право вот раз в жизни взять верхнюю часть себе. И решил сделать себе подарок на 40-летие. Разрезала булочку очередную. Намазала маслом. В этот раз эту булочку верхушку взяла себе. Я положила ему нижнюю часть. Он так удивился и сказал, наконец-то я получаю свою любимую часть булочки. Я соглашался только под объяснить, что я думал, что тебе нравится нижняя часть. А она думала, что ему верхняя часть. Вот так они прожили 40 лет. Такая простая вещь. Но это же умонастроение. Это не просто какая-то деталь. Это умонастроение, это отношение, это уважение. Это становится любовью. И когда они узнали об этом через 40 лет, как вы думаете, их любовь усилилась или уменьшилась? О, как удивительно, смотрите, оказывается. Когда мы узнаем вот эти чистые мотивы в человеке. Он сам может не сказать. Он чистый. Но мы узнаем больше и больше друг о друге. И удивляемся еще больше и больше. Оказывается, сколько жертв сделал для меня этот человек. Эта женщина, моя жена, она мне уже прозвищала своей красотой, своей молодостью. Она столько для меня сделала. Детей вырастила, выкормила. Если вот это все оценить, сколько труда. А жена смотрит на мужа. И сколько он усилий совершил. Не все было удачно, но он старался. Он делал все, что мог. И при этом он не только ради семьи жил. Любовь, ведь она не должна замыкать. Он еще и для общества что-то делает полезное. Это удивительно. И оказывается, через эти обязанности любовь-то наша улыбляется. А мы хотим кнопки сегодня. Зачем мне булочки печь? Есть же этот автомат с печкой. Кнопку нажав, булочки готовы. Зачем мне стирать стиральные машины для меня? Сегодня жизнь так устроена, что мы не можем обойтись без стиральной машины. Так я думаю. Сегодня так. И вообще это не нужно. Нет необходимости для этого. Не думать, что это какой-то бесполезный труд. Это тоже любовь. Все, что мы делаем, это выражение нашего внутреннего мира. Внутренней энергии. В конечном итоге это любовь. Но не только. Это и милосердие. Это и правдивость. Это элементы счастья, которыми делимся. Это благодарность, с которыми мы делимся. Вот есть о чем поговорить. Этими энергиями нужно обмениваться. А не завистью, не удовлетворением, раздражением. Не надо обмениваться. Не нужно говорить об этом. Нужно терпеть такие недостатки. В каждом из нас есть недостатки. Нужно научиться терпеть и работать над хорошими вещами. В этом суть нашей жизни. Это жизнь называется очищение. Потому что жадность заставит нас выживать, а не жить. Зависть заставит нас выживать, а не жить. Завидуем другому человеку. И так есть внутренняя энергия, внешняя энергия. И вот это сочетание в результате правильной жизни, вот эти законы, если мы изучим и научимся жить по этим законам. Из-за жилогениталии, ум, речи, гнев под контролем. Что мы увидим с вами? Удивительную вещь. Написано так. Когда человек увидит душу, он скажет такую фразу. Не может быть. Невероятно. Чудо. Если он увидит это. Если он услышит об этом, скажет, не может быть чудо какое-то. Но есть такие, которые даже услышав об этом подробно, не могут в это поверить. А что ж такое душа? Каждый из нас, помещенный сейчас вот в эту оболочку тонкого и грубого существования. Душа бессмертна. Это написано во всех писаниях. Не существует смерти. Смерти нет. Есть страх смерти. Когда-то смерти не было во вселенной, в начале творения. Это из Пурана история. Брама – творец. Вот в начале творения еще никто не умирал. Очень могущественные существа, знаете, они вселенского уровня. Называют праджапати, прародители наши. Они до сих пор существуют где-то в своих измерениях. Но с течением времени увеличилось население. И тогда творец Брама подумал, что-то нужно с этим делать. Кризис наступает. Меньше и меньше пространства для жизни. Будут серьезные проблемы. И он погрузился в медитацию, ища решения. И поскольку он творец, решение пришло изнутри. Низна смерти. То есть проводник в другие измерения. Вселенная устроена тонко очень. Как только он подумал об этом, из его тела вышла красивая молодая женщина. К счастью. В красной все, из красной гирлянды, сияющей, радостной. Видела все вокруг, такой прекрасный мир. И сказала, отец, какую ты мне роль в этом мире предлагаешь? Что я должна делать? Брама на нее посмотрел серьезно и сказал, ты будешь смертью? И заплакала женщина, когда поняла, что от нее требуется. Какую же ты мне участь отец приготовил? Меня же проклянет мир. Мне придется разлучать близких людей, родителей, детей. Это ты мне уготовил такую судьбу? Но Брама собрал все ее слезы в ладонь. И она с единицами упала на землю. Сказал, я тебя благословлю, не переживай. Тебя никто не проклянет. Твои слезы станут несчастными случаями, болезнями, старостью. И люди будут говорить, умер от старости, от болезни. Это несчастные случаи. Никто тебя не покинет. То есть, в те времена люди относились по-другому к жизни и к смерти. Мы говорим, нас учит жизнь. Смерть тоже учит. Родившийся обязательно умрет. Умерший, родиться снова написано. Наджая темариат авокадо чин. Для души не существует на рождении и смерти. Никто ж только душа. Для идеи и души. Как же мне это понять? Сначала аналитически. Философски. Многие интересные такие объяснения. Знаете, анализ идет. В чем же отличаются материя и дух? Это разные энергии. Внутренние и внешние. И как они соединяются вместе? Зачем? Они разъединяются. Для чего все это? Если я бессмертная душа, зачем мне смертное тело? У меня есть духовные чувства, у меня есть духовный разум. У меня все есть уже. Зачем мне это тело, которое сковывает меня и рождает в невежестве? Чтобы нужно все заново изучать. Заново все накапливать. Жизнь на жизнь. Бессмыслица какая-то. Для души не существует ни рождения, ни смерти. И познается душа сначала аналитически. А потом, когда мы уже убеждены в этом анализе, когда появляется некая вера в существование вот этой вот индивидуальности, нерушимой вот этой силы, которая пронизывает все тело, и оно неразрушимо. Когда появляется вот эта уверенность, научность, логичность в этом, тогда начинается деятельность души. Вот тут мы уже начинаем чувствовать ее. Йога называется. Религия – это вера в душу. Йога – вы ощущаете. «Стань йогом», – говорит Саббатургий. Вера недостаточна. Вера – лишь начало. Если ты не подкрепишь свою веру опытом, она уйдет. Ты потеряешь ее. Ты станешь снова материалистом. И так общество становится то материалистичным, то верующим, то материалистичным, то верующим. То есть я один из таких ярких примеров. Если бабушку спросил однажды, ты в Бога веришь? Она говорит, раньше все верили. Я так удивился. В школе говорили, Бога нет, и никто не верил в Бога. Раньше все верили. Я говорю, а что потом случилось? Пришли какие-то люди и сказали, провокация, Бога нет, снимайте икону, и все. Но мы и сняли. И знаний не было, опыта не было. Этого не было. То есть наука отделилась от религии. Вот что произошло. Вот такая странная вещь произошла. Это все проделки внешней энергии, которые называют религиозным языком дьявол. Внешняя энергия, она внешне привлекает, а сути не дает. Сути не дает. Но внешне привлекает сильно чувства наши. Как мужчина и женщина привлекаются тут. Как деньги могут и золото привлекать человека. Как карьера может сильно привлекать человека. Это лишь внешние факторы. А в чем же успех жизни? Не в карьере, не в деньгах, а в чем? Не в женщине, не в мужчине, а в чем? В счастье. Ответ-то простой. Что же такое счастье? Счастье-то я. Я есть энергия счастья. Это внутренняя энергия. И есть счастье. И есть знание. И есть вечность. Душа. Которая себя сейчас отождествляет с этим материальным телом. Вот что происходит. С временным телом живет в страхе и беспокойстве. Душу нельзя в различной части описывать в воде. Сжечь. Растворить в воде. И сушить ветром. Никакая материальная стихия не может повредить. Она антиматериально говорится. Противоположное свойство имеет. Она неизменна. Вечно всегда та же самая. Обратите внимание. Это тело меняется постоянно. Оно. Если посмотреть фотографии из моей жизни. Вот с самого начала. Ну, вы знаете. Это был я. Это было со мной. Я был в таком теле. Ребенка когда-то. Тело было другое. Но это было со мной или с кем-то другим? Это был я. Мать подтвердит. Он. Не похож. Нет. Это он. Вот видите. Вот это он. Это было со мной. Не с кем-то другим. Я. Это я был. Но кто-то скажет. Ну, я был глупым. Да. Машина была другая. Программа была другая. Совершенно верно. Я завишу от тела. Так же, как я могу зависеть от модели машины. На велосипеде. На мотоцикле. На Мерседесе. Я могу по-разному двигаться. На компьютере я могу только печатать что-то или делать. Но ездить не могу. Машина другая. Разные машины. Моя мать говорила, когда смотрела на свою мать. На мою бабушку. Ну, на ее старость имеется в виду. Она, в общем, пережила. Говорила, нет. Она такая стала. Старая, нет. Ну, невыносимая вообще. Вот я такой никогда не буду. Я такой никогда не буду. Она стала точно такой же. Тело такое. Оказывается, эти вот функции тела, когда меняются, меняется менталитет, меняется представление о жизни. Вот так вот выходите, когда уже. Или вы бегаете, вы будете по-разному видеть жизнь. Зрение может влиять на ваши отношения. Смотрите. Машина тела определяет. И в душе я такой же молодой. У меня такие же желания. Но... Стоп. Тело другое. А мои желания, моя внутренний энергия, другая совсем. И тот же самый. Я хочу быть всегда молодым. Хотел бы вид сделать, да? Подтянуть эти все штучки там. Никому не естественная старость, видите. Никому не естественная смерть. Никому не естественные страдания. Но вечная любовь в знания. Пусть всегда будет солнце. Пусть всегда будет мама. Пусть всегда буду я. Ребенок с самого начала верит в эту вечную любовь. Это наша природа. Это нас учат. Господин Дарвин научил нас, что мы все пришли от обезьяны. Наш отец обезьяны. Наш отец обезьяны. Мне больше нравится, как это от Бога происходить за меня, чем это обезьяны. Но началось, конечно, все с амебы, еще до обезьяны. Задолго. Кто вложил программу в эту амебу, чтобы она в развитии стала человеком? Откуда эта программа? Она сама? Амеба? Решила стать человеком? Через миллионы лет? Кто такое придумал вообще? Эту глупость? Эту выдумку? Наблюдая внешнюю энергию, он пытается понять суть. Это невозможно. Сначала нужно понять суть, а потом открывается, как действует внешняя энергия. Наоборот, все нужно делать. Все перевернулось у нас ног на голову. Сегодня влияние внешней энергии очень сильное, но мир потрясает события. Они будут потрясать еще какое-то время. Немало. Мы с вами готовы уже к этому. Уже готовы. Уже чувствуем. Многие люди уже чувствуют, что да, будет серьезный передел мира. Серьезно выступает передел мира. Вот интересный момент. Две культуры образовываются мировые. Я вкратце скажу это. Одна культура утверждает вожделение. Однополые браки как высшее достижение культуры. Другая культура – священную традицию. Другая культура – священную традицию. Их нужно будет делиться в божественной демонической культуре. Это предсказано в Ведах. Сегодня такой период времени. Это время будет называться Золотой век. Когда мы сможем различать материю и Дух, начинается Золотой век. Меняется поведение человека в отношении к миру, к смерти, к жизни, к живым существам. Будет уменьшаться насилие в обществе. В мире развития духовных знаний. Душа есть и в теле муравья. Зная это, разве вы наступите на муравья? Не наступите на муравья. Если вы знаете, что это живо, это жизнь, это одно понятие на все живое, вы ко всему будете относиться уважительно, как написано в древних книгах. Что нужно быть добрым ко всему живому, в любой форме жизни. У каждой формы жизни есть свое предназначение, свое место. Нужно уважать это. Если даже мы не знаем об этом. Нужно понимать, что есть такой замысел полного целого. Божественный замысел существует. Нужно уважать его. И уважая, и действует в древнем, чтобы начали понимать значение этих всех вещей. Они открываются сами собой из сердца. Потому что у каждого живого существа есть свой язык, который мы не понимаем. А мы можем все понимать. Древние мудрецы могли общаться даже с насекомыми, с птицами, с животными. Да? Один мистик был не так уж и давно в Индии, несколько сот лет назад. Могут в джунгли сказать тигру, иди сюда. Тигр подходил, сидел с него. Говорит, поехали. Он вез, куда его нужно. Мистик. Человек могущественный, внутренняя энергия. Как животное понимает его? Что он понимает животное. Если вы понимаете своего ребенка, он будет вам доверять. Если он видит, что вы не понимаете его, он будет вам доверять. То есть старший должен понимать младшего. И если вы думаете, что животное – это просто какая-то машина мясная, значит, не понимаю уже, что такое жизнь. Я еще не достиг только уровня знания, сознания. Старший всегда понимает младшего. Этим он отличается. И тогда, естественно, младший доверяет старшему. То есть возникает преемственность. Я спросил Шалу Александровича Аманашвили как-то, есть ли решение проблемы отцы и дети в мире? В мире была обещана Нобелевская премия за то, что кто-то найдет решение проблемы отцы и дети, конфликт этого. Он подумал, сказал, нет, пока решение такое нет, я не знаю. Мы не знаем, как жить в мире. Мы пытаемся отделяться, когда друг от друга. Мы потеряли династии, эти великие традиции. Все распадается, когда ослабеет внутренняя энергия. Например, болезнь – это ослабление внутренней энергии иммунной системы. Если слабеет наш разум, наше сознание, следом слабеет наше тело, все более подвержены болезням, больше подвержены дурным негативным энергиям. Мы знаем, как от них освободиться. В древности человеку не позволялось прийти в общество людей, если он не контролировал ум. Сначала с утра он должен был очистить ум не только тело, а потом войти в общество людей с хорошим, правильным настроением. Он должен прийти расстроенным или разгневанным, или обиженным. Люди за собой следили. А сегодня даже модно ходить в дежуре. На обиженный ход увозят. Так в народе говорили. На это не смотрели раньше. Обиженный, не обиженный – идея полна своей должности. А сегодня даже модно быть обиженным. Это основание, понимаете, для того, чтобы показать, что я прав, я справедлив, я обижен. Убирайте эту нечисть внутри. Научитесь прощать. Научитесь любить, говорится. Как? Духовная практика. Жизнь начинается с практики. То есть мы упустили. Возможно, не с детства мы начинаем, не с пятилетнего возраста. Мы уже все взрослые. Поэтому не так, может быть, просто кажется это все. Мы привыкли жить, как мы жили, как наши предки жили. Они были несчастливы, но мы живем, как они живут. Может быть, даже еще в чем-то не лучше. А бывает, по приправедению, и ниже. Поэтому мы не можем получить результаты более высокого сегодня с точки зрения несчастья. Духовная практика для высшего класса людей была обязательна. Иначе человек не причислялся к высшему классу. Высший класс означает, что человек должен быть сильным достаточно, быть в знании, иметь любовь, чтобы помогать другим. Вот он, высший класс. И если он эксплуатирует других, он не является высшим классом, он не обладает настоящим могуществом. Это тиран называется. Это высший класс. И для того, чтобы иметь вот эту силу, знание и любовь, духовная практика – очищение сердца и ума. В ведах называется это мантра, йога. Есть еще другие методы, их много. Это, может быть, изучение священных текстов, это мантра-медитация, это благотворительность, это занятие йогой, это аскезы и покаяние. То есть разные такие методы даются. Ну, в религиозных традициях сохраняются аскезы, покаяние, это и есть такое. Но главная цель всех этих методов – обуздать ум человека, очистить ум человека. Если ум чист, считается, что человек достиг совершенства. Что он понимает этим умом? Что он видит через чистый ум? Он видит прошлое, настоящее, будущее. Он видит сознание и сверхсознание. Это чистый ум. Посмотрите вокруг. Мы ведь видим Бога с вами. Это его энергия. Вот этот город построила материальная природа, но лишь инструменты. Если мы видим, что бобры строят город, мы что говорим, бобры строят, природа так действует. Муравьи просто насекомые, не так ли? Если мы видим муравейник, муравьи построим, мы говорим, природа это делает, муравьи просто насекомые, не так ли? Если мы косяк птиц, которые тысячи километров без навигации достигают, ориентируются с севера на юг. Мы говорим, природа так действует, пчелы, природа, мы говорим, а этот город я построю. Это тоже делает природа. Но у природы есть три энергии. Энергия созидающая, энергия поддерживающая и энергия разрушающая. Какую энергию я выбираю? То и построю. И сегодня мы что делаем в мире? Созидаем и разрушаем. Созидаем и разрушаем. Две энергии используем. Недостаточная энергия поддержания. Вот это вот счастье и знание. Вот эта энергия поддержания. Она формируется, накапливается при помощи духовной практики человеку. Даются священные книги для этого человеческого общества. Животным не нужны эти книги. Человеку нужно, чтобы обрести любовь, нужно освободиться от лжи, от зависти, от вожделения. Вот о чем там говорится везде. Даются методы, как это можно сделать. Мы сегодня услышим слово молитва. Но почему люди не молятся при этом? Очень редко. Потому что неэффективно. Связь потеряли. Нужно сначала очистить свою тонкую энергию, свое сознание. Дается контакт, когда возможно общение. Всегда, в любом момент времени, всегда можно общаться. С Богом всегда можно общаться. Это не какое-то случайное явление. Это вопрос серьезного отношения, чистоты и все. И вот как очиститься сегодня, сегодня вопрос. Как вот эту вот чистую жизнь, возродить в себе вот эту вот жизнь, где на самом деле будем испытывать могущество. Остановить вот это вот зло, вот эту деградацию, вот эти несчастья все, болезни. Перестроить все это по-настоящему, без крови. Перестроить без крови. Духовная революция. Сознание возвысить людей. Это называется духовная практика. Нужно ее сегодня распространять всем. Что это такое? У каждого может быть своя духовная практика. Какую традицию выбираете, это уже личное дело. Тут мы ничего не можем сказать. Берите книги, изучайте. Появляются вопросы, нужно получить ответ. Не откладывайте в стороны. Это жизненно важная тема. Божественные энергии существуют. Стихи души существуют. Духовные миры существуют. И материальные миры тоже существует. Их много. Мы живем только на земном уровне, в среднем уровне Вселенной. Над нами еще семь миров, и там семь нижних миров. Мы высшая планета среди нижних, и нижняя среди высших. Смешанная. Рай и ад на земле смешан. Тут и райские места есть, и адские условия. Кто-то попадает в Бухенвальд. Это ад. Или в тюрьму. Это ад. А кто-то отдыхает на Гавайских островах. Тут же, на этой же планете, видите, есть то и другое. Смешанная карма. Именно здесь мы выбираем, различаем добро, зло, вот эти смыслы все. Вот человек живет в такой драме, в поиске короткую свою жизнь. И чтобы за эту короткую жизнь получить нужный результат, нужно руководство, чтобы не потерять напрасно это ценное время человеческое. Поэтому существуют книги, писания, священные тексты. К сожалению, их трудно понять сегодня. Нам с вами трудно, нелегко понять нашим образом жизни. Мы далеко ушли в другую сторону. Но есть специальные тексты, которые предназначены для нас с вами на сегодня. Сегодня. В какие-то эпохи очень дальнейший был золотой век. Много миллионов лет назад. Сатя-юга была. Люди использовали метод медитативной йоги, аштанга-йоги. Они могли просто при помощи средоточения ума общаться с Богом. Все. Не было никакой склонности к насилию. Даже животные не ели друг друга в Сатя-югу. Эти легенды еще остались, сохранились еще отголоски того времени. Очень давно. Эпоха сменилась после Сатя-трета-юга. И часть порока вошла в общество недостатка. Аскетизм уменьшился. Тогда были организованы царями общества для того, чтобы совершать жертвоприношения коллективные. Добродетели. То есть все излишки использовались на благо полного целого. Люди отдавали. В форме пожертвования возвращали. Так они освобождались вот эти накопительства жадности, недостатка. И счастье было в обществе. И доверие через жертвоприношения. Затем два пара юга наступила. Он на половину порог проник. И люди уже не могли делать такие жертвоприношения, уже скрывали свои доходы. И тогда храмовое поклонение сменило его, как юга дхарма, как эпоха, как метод времени. Храмы строили великие в те времена. И люди в храмах разговаривали с Богом. Слышали голоса. И если кто-то лгал, его приводили в храм и сказали, «Повтори перед божеством, в храме, перед Богом». Но он не мог это сделать. До сих пор где-то в таких священных местах люди видят Бога в храме. За пределами храма уже труднее. Но в век Кали, сегодняшний век, когда три четверти порока и последняя часть правдивости тоже уменьшается, самое сложное время, эти методы очень трудно применить. мистическую йогу, жертвоприношение. Таких богатств даже нет на сегодня. Храмовое поклонение тоже сложно, потому что религии тоже между собой согласие не находят противоречия друг другу. Очень сложно сориентироваться человеку. Единственный метод дается в век Кали – это воспевание имен Бога. Самый могучный, простой метод дается именно в эту эпоху. Его благословляют мудрецы по этой причине, хотя это океан порока и беспокойств, короткой жизни человека. Но дается такое сильнейшее средство, мощное, что просто воспевая, слово это воспевая, не просто повторяя, воспевая, не в суе, а вот воспевая из сердца имя Бога, мы обретаем божественные качества. Какое имя Бога? Повторяйте внимательно, такое качество вы себе не развиваете. Быстро очень. Контакт по звуку. Мантра, медитация. Медитация в звуке. Шабдаватар, Бог в звуке находится. Он может где угодно находиться, в мыслях, в форме, не в форме, как угодно. Когда Иисус говорил о царстве небесном, он сказал, если вы думаете, что царствие небесное в воде, то рыба вас опередет. Если вы думаете, что царство небесное в небе, то птица вас опередет. Оно не в небе и не в воде, но и в воде и в небе. Вы знаете, парадокс. природа божественная парадоксальна, она непостижима. Это тайна тайн. Соприкоснитесь с ней. Не тергайте, если что-то непонятно. Это факт. Его нужно пережить. А если даже переживем, он не станет понятным. Любовь, которую вы переживаете, вы не сможете объяснить. Никогда. Настоящую любовь, вы не сможете объяснить. И не требуется ее объяснять. Его нужно просто пережить. Самадхи – это такое состояние, которое вы не можете объяснить из того, кто не пережил. А тому, кто пережил, не нужно объяснять. Это самоосознание процесса. И, как мы уже упомянули, для этого предназначен абсолютно каждый человек. Что для этого нужно? Лишь искреннее желание. И все. Есть такое слово. Васту называется. Васту. Васту означает непреложное правило. Огонь горит. Взрослый человек коснется, обожжется. Ребенок потянет руку и тоже получит ожог. Васту. Огонь будет действовать. И в том и другом случае. Если повторите имя Бога, неважно, понимаете его смысл, не понимаете его смысл. Васту. Оно работает. Сначала мы не понимаем этого смысла. Далеко-далеко-далеко. Просто это вибрация. Мы просто следуем практике. И постепенно приходит осмысление, ощущение. Контакт. И в контакте с огнем вы чувствуете ожог. Он горячий. Вы начинаете понимать, что это такое. Что толку спорить, что в этой банке? Мед или машинное масло? Очень похоже. Можно спорить, знаете, до смерти. Попробуйте, все ясно будет. В чем проблема? Почему такие упрямые все? Так просто. Не требуется никакого специального образования, или происхождения, или возраст. Ничего не учитывается. Вы душа. Так попытайтесь что-то сделать, как душа. Но регулярно, серьезно, в суеты не делается. Так вот, знаете, хочу сегодня, сегодня не хочу. Вы как ребенка воспитываете? Вы будете ему готовить каждый день. Вы не будете, не скажете, что сегодня не хочу это делать. Серьезное дело. Если мы серьезно принимаем нашу духовную часть жизни, в тот же день вы получаете опыт. Да даже я скажу, как только вы в уме себе решительно сказали, буду это делать, вы уже получаете опыт. Вы еще не сделали, только собрались. Но на самом деле вы собрались решительно. Уже у вас появится энергия внутри. Прямо сейчас. Чудо какое-то. И сколько у вас сил? Никто не знает, сколько у вас сил у человека. Человек может стать очень сильным, очень могущественным. Вопрос его, как вот, отношения. В отношениях, кто мы сильны, видите. Сами для себя мало что можем сделать. А ради кого-то, кого мы любим, мы можем столько сделать. Это же такое любовь к Богу. Что же мы можем сделать? Это люди это не описывают, говорится. Есть книги, где описывают таких вот сверхлюдей, которые это дают. Такой связью. Сегодня мы назовем это религией. Я не люблю это слово сегодня. Оно испачкает. Как я чувствую. Давайте, говорит, научно. Давайте почувствуем вместе, что такое жизнь. Что Бог в сердце каждого, чего существует. И в этом нам поможет духовная практика. Вот эти вот моменты очищения очень ценны. Когда идет процесс покаяния спонтанно. Потому что мы коснулись этой чистоты. Таинственной несказанной чистоты божественной. Слезы льются ручьем. Какое счастье. Наконец-то. Вы сразу это почувствуете. И так скажете. Наконец-то. Слышилась моя жизнь. Я нашел. А во внешней энергии мы не найдем ничего. Она распадется на пять составляющих элементов все время. Даже это тело. Даже тела наших близких людей тоже. А души нет. Она распадается. Любовь остается. Ну, наверное, на этом я закончу. Много информации было. Пожалуйста, если есть вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Геннадьевич, спасибо большое за знания, которые вы несете. Они действительно очень ценны. У меня такой вопрос. Где-то три года назад я почувствовал, что хочу расти духовно. Начал определенные духовные практики, чтение книг. Медитации. И меня это действительно наполняло. И я чувствовал, что иду туда, куда надо. А, перестал есть красное мясо. Сократил потребление мяса. Но у меня есть семья. У меня есть жена, которая категорически это не воспринимает. Как вы говорите, у нее есть, я чувствую, какая-то демоническая черта. Но она такая. В свое время я ее выбрал. И сейчас я чувствую, что следующий шаг – это уход в вегетарианство. У нас еще есть двое детей. Я люблю свою семью. Но я чувствую, что если я этот шаг сделаю, то, скорее всего, семья будет разрушена. Поэтому стоит мне сейчас остановиться и сказать, ну вот этот уровень, которого я достиг, я буду пока на нем. Ну вот в этой жизни так. Это моя садуна. Либо, может, что-то посоветовать. Это, да, больная тема, когда в семье разногласия, разные смыслы и цели жизни. И образ жизни, конечно, будет отличаться. Но, конечно, духовная жизнь – это индивидуальное решение человека. Насильно невозможно. Только по собственному выбору это может быть полезным. Насильно невозможно это насадить, конечно. Я рекомендую в этом случае самому практиковать и не требовать слишком английских таких вещей. Ну, пусть они живут, чувствуют, как понимают. Если категорически, тем более, против, человек боится вегетарианства, слышал что-то, привычка такая у него сильная, очень укорененная, тогда просто я сам буду практиковать. Сам. Не бездавленный. Как получается. Пусть дети увидят, что вот есть так и так. Выберут потом сами. Это правда, да. Давлением ничего не получится. Но из опыта я вам скажу одну вещь, что все родственники через примерно либо сразу, либо через 3-5 лет становятся вегетарианцами. Сначала они бунтуют сильно очень. Три этапа проживает человек, когда начинает духовную практику серьезную. Первое – осмеяние. Серьезнее воспримут сначала. Потом начинают злиться, преследовать, угрожать. А третий этап – восхищение. Но это третий. Сначала вот будут какие-то неприятности. Видите, какое время у нас? Если вы становитесь на какой-то добрый путь, первое, что вас ждет – препятствия. Привычки в обществе совершенно другие. Более того, когда меняете этот образ жизни, у вас меняется окружение полностью. Представьте, вы перестали пить. Где будут ваши друзья? Они раз-два придут с бутылкой и уйдут, больше не вернутся. У вас поменяется очень многое в жизни. Если вы не едите мясо, если вы не принимаете интоксикации, если вы не играете в азартные игры, не занимаетесь незаконным сексом, все ваше окружение постепенно сменится. Значит, вся ваша судьба изменится тоже. В какую сторону? Решайте лучше или лучше. На это нужно решиться, это правда. Но вы же герои, вы же уральские люди. Русские готовы к переменам. Они только ждут, когда же все изменится, не так ли? Давайте начнем с себя. Это серьезная революция, если кто-то начинает совместить какие-то принципы духовные строго. Это целая революция в семье, я согласен. Не мир, а меч я принес, помните, сказал Иисус Христос. В этом смысле. Что отец пойдет против сына, а сын против отца. Вот это имеется в виду. Вы ступите против водки и мяса, у вас будет много врагов. Даже в семье. Жил один демон в старые времена, описано в Пуранах. Вы знаете, что сделали? Он за грехи награждал, за благочестивые поступки наказывал, поменялся. И описано еще в Пуранах, что ниже земли есть уровень один, ниже земли. Он считается уже такой демонический, божественный верх, а внизу идут поталы, до адских там провалов. Этот уровень ниже на один шаг земли, он очень красив, он подобен раю, очень богат. Роскошь, условия жизни. Не снились никому. И надо говорить, что с высших планет туда специально хотят посмотреть, как они там живут. Но там нет чувств сострадания и любви. Они не знают, что это такое вообще. Они просто не знают. У них нет опыта этого. И эти существа снизу проникают на землю, рождаются здесь. И сверху тоже проникают на землю. У них есть свои цели. Здесь происходит борьба добра и зла. Главное здесь – поле сражения на земном уровне. Низшие планеты пытаются землю себе присвоить, а высшие планеты хотят ее отстоять. Это вселенские отношения. Это материальная вселенная устроена. Здесь какое сознание мы развеем, туда и пойдем. Можно развить адское сознание, можно развить божественное сознание. Здесь все открыто просит. Откроете интернет, увидите, там есть все. И самые грязные вещи, и самые возвышенные вещи. Мы должны выбирать сегодня с вами. Никто нам не принесет, которые мы видим. Мы должны слушать свое сердце. Но пройдет время. Дети вырастут, будут внуки, что они скажут. Мой дед был святым. Я вас уверяю, так будет в нашей семье. А это очень важно. Чтобы в роду был хоть один святой человек. Потому что иначе род считается проклятым. И семейная жизнь – такая тюрьма. Это все древнее писание написано. Это все древнее писание написано. Пожалуйста. Здравствуйте, Александр Ильич. Спасибо за лекцию сегодняшнюю. Скажите, пожалуйста, какова глубинная природа желания постоянного сравнивает себя с другими? Почему это происходит даже бессознательно? Вот светская природа, точнее, светская философия говорит о том, что это даже полезно, потому что это как-то сподвигает развиваться. Но мне кажется, что это какие-то пустые страдания бесконечные. Как избавиться от этого? Да, да, да. Я слышал такие контраргументы, что зависть, она же тоже помогает прогрессу, люди говорят. Зависть, конкуренция – это же двигатель тоже. И действительно так развивается. Страх может тоже помочь быстрее катализировать развитие материального. Но правильно, это прогресс. Но прогресс вместе с прогрессом зависти. Вот какой недостаток серьезный. А мы говорим о прогрессе, которая симулирует любовь. Она еще сильнее, она могущественнее. Говорится, что человек сравнивает себя с другим, пока у него есть ложное мнение о себе. Когда он от него избавляется, он уже себя с другими не сравнивает, он себя находит. Практика. Духовная практика. Как стать чистым? Да идите, бойтесь. Это же просто. И еще, Боже мой, молодая сидит. Сколько лет ей ждать? Сколько лет живешь ты еще, Боже мой? Еще все впереди. Наберись терпения. Этому посвящается жизнь, жизнь целиком. Вся твоя деятельность, работа, профессия, семья, воспитание детей, все твое будущее, это весь твой путь идет к совершенству. Это твой путь к совершенству. И благодарю вас, Александр Геннадьевич, за лекцию. Я много слышу вас. И у меня, наверное, вопроса нет, у меня есть к вам просьба. Благословите меня на духовную практику, чтобы это было глубоко. С удовольствием. Конечно. Так должно быть, да? Это был голос из сердца, поэтому я ответил так. Еще, пожалуйста, если есть вопросы. Александр Геннадьевич, хотел передать вам большое, огромное спасибо от моей жены и лично от меня. Мы слушаем ваши лекции. И сейчас, наконец-то, удалось не по интернету поставить лайк, а просто сказать вам огромную благодарность за ваши лекции и за то, что вы есть. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь боюсь мужчин. Очень трудно воспитывать сына. Скажите, пожалуйста, можно избавиться от этого, этой травмы? Нужно освободиться от всех травм в нашей сдаче. Мы получаем родителей, получаем страну, не знаю, получаем характер, срок жизни, пол, по судьбе, прошлой жизни. Какие-то наши заслуги есть, плохие и хорошие, они смешиваются, и мы получаем и плохое, и хорошее, разные вещи. Так мы живем. Неизбежно мы делаем то и другое. Поэтому с судьбой мы не спорим, на судьбу мы не жалуемся, мы получаем то, что получили, все. Но наша задача освободиться от этой кармы. И от плохой, и от хорошей тоже. Плохой исходит с хорошего, а хорошее от плохого отталкивается. Чтобы снова стать хорошо, нужно увидеть плохое. Но когда хорошее гордится, но становится плохим. Вот видите, как молоко протисает, портится, цветок увядает. Вот здесь вот такое отвращение идет. То вверх, то вниз, судьба наша идет. То вверх, то вниз, то счастье, то несчастье. Так чередуется постоянно, вечно. Наша задача остановить этот цикл бессмысленный. Это называется самскара. Самскара это буквально перевести отпечаток. Вот есть какое-то событие в моей жизни, оно отпечатывается на всю жизнь. И я могу уже не помнить, отпечаток остается. Психологи иногда проводят такие вот тренинги. Чтобы войти еще, вспомнить детство, там какие-то еще впечатления самскара. Оттуда могут быть, которые отражаются на нашем здоровье, нашей психике. Это называется самскара. Я с ними живу, могу даже не знать о них. Но это становится моим характером, моими страхами, моими качествами. У каждого свои. И пока мы не получим более глубокие духовные самскары, мы не освободимся от этих самскар. Например, на столе есть пища. Вот испорченная пища. Ну, не свежая пища, низкого качества. Но другой нет. Мы будем есть, есть, а нужно. Вот подносит лучшего качества пищи. Вам же не трудно отказаться от этой пищи и есть смежую пищу. Потом приносит деликатес вообще, который вы очень любите. Вы вообще забываете про все это? Вы переключитесь сюда автоматически. Это же самскара. Давайте лучше, еще лучше, еще лучше самскара. Когда встречаете настоящую любовь в жизни, вы все плохое забываете. Освобождаетесь. То есть, возлюби Бога. Возлюби. Научись любить. И все это очищается, все это смывается. Все это как сон уйдет. Как будто он просто приснился ваш такой отец. Кроме этого, мы еще понимаем, почему со мной это происходит. Мы не обижаемся, потому что мы понимаем закон, еще бытие. Знания получаем. У меня был друг, он умер в свое время. Мы еще были молодыми, он жил в Риге. Он родился с нарушением двигательной системы, он никогда не ходил. Так вот в кресле-каталке, вот он всю жизнь провел. И он рассказывал, как он вообще пришел в духовной жизни, в духовной практике. Это были еще 80-е годы прошлого века. Он подрастал и в основном у окна вот так вот смотрел во двор. Как там дети бегают, играют. Он не может. Он не может бегать и играть. И когда он уже стал уже юношей, уже стал уже созревать его разум, он стал понимать, что он никогда не будет бегать и играть. Он никогда не будет любви в этой мере, дружбы ни с кем. Его все избегают. Он стал погружаться в глубокую депрессию. Спросил мать, мама, почему я такой? Кто-то может сказать мне? Она говорит, ну, сынок, не знаю, но врачи говорят, когда вот хромосомы там как-то вот неудачно сложились, вот таким ты родился. Говорит, ну, хромосомы, я понимаю, а я тут при чем? Почему со мной это произошло? Она не могла ответить на этот вопрос. Он делал две попытки самоубийствия. Помышлял о самоубийстве. Он не хотел жить. То есть мы понимаем состояние человека. То есть смотрите, что будет дальше. Однажды в эту дверь был звонок. Мать сказала, в дверь там человек стоит. Предлагает Бхагава Дюту. Тогда это была, ну как, такая деятельность опасная вообще. Эти книги подпольно издавались тогда в Советском Союзе. Сейчас их можно купить свободно, тогда подпольно и незаконно. То есть можно было, в общем, попасть под статью. И он эту книгу по квартирам распространял, не на улице, чтобы там милиция не видела. Он решил просто вот наугад позвонил и стал говорить, что вот есть такая книга, тут йога, тут такие знания древнейшие. И мать почувствовала какое-то раздражение, ничего не поняла. Какой-то человек, то ли попрошайка непонятно, какой-то простоватый, чего-то хочет. Говорит, нет-нет-нет, нам ничего не нужно, тут семья, не вмешивайтесь. А я, говорит, услышал его голос. И не знаю, почему, я же закричал, пусти его ко мне. Я просто закричал, пусти его ко мне, что у него был вопрос. И он просто к любому мог обратиться с этим вопросом, к любому же обратить. Человек вошел, показал ему эту бхагавадвиту. И ответил на все вопросы. Человек рождается такой, потому что была прошлая жизнь, были прошлые ошибки. Моя мать страдала очень много. Она мне спросила, почему мне столько... Я ей рассказал, почему, а после этого она успокоилась. Только после того, когда узнала, почему причина была. В прошлом была причина, в моих же собственных поступках, в моих ошибках. Он ему все рассказал. Он говорит, что же мне теперь делать? Теперь, говорит, делаю хорошие дела. Служи Богу. Он стал это делать. Чистливейший человек. У него появилось много друзей, знаете. Люди приходили, возили его туда, возили его сюда. Он говорит, я все же дома сидел. Тут я стал путешествовать с ними. У нас была дружба, любовь, доверие. У нас началась духовная жизнь. Не телесная вот эта, где нет друзей, потому что ног нет. А духовные отношения появились. Он мне все это рассказал. Он всегда улыбался. Я его встречал. Всегда улыбался. То есть очень важно вот эти вещи понимать. Есть джотиш, шастра, где вот, как астрологи называют. Ну, не квалифицированные астрологи, конечно. Которые могут нам понять, под какими планетами мы там рождаемся, что за судьба у нас, какая там прошлая жизнь. Я знаю, допустим, немного о своем прошлом. И знаю, что мне предупределено в этой жизни. С самого начала знал. Есть такая наука. Все идет по написанному. Я лишь инструмент. Мне нужно просто использовать то, что мне дано, и плохое, и хорошее, в верном направлении. И все становится духовным. То есть я могу это тело использовать как духовное. Язык – как духовный орган. Ум – как духовный орган, функцию. Присходит трансформация. Тело одухотворяется. Речь одухотворяется. Это самое лучшее образование. Угу. 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 Ну, какой сложный почерк. Мне нужна помощь. Мне нужна помощь. Надевич, благодарю вас за все. Скажите, пожалуйста, раньше духовная практика была очень эффективна. и в… И так… Может быть озвучить, если есть возможность. Это я тоже прочитал, вот дальше не смог. Да. Тут молитва и мантра. Еще дальше есть слова. Вот я разобрал. Была эффективна и молитва, и мантра. И вышла замуж, судя по всему. Вся практика пошла вниз, начала есть мясо и практику забросила. Как восстановить обратно глубокую практику, когда… Когда… Слово непонятное, и затем слово материалист. Видимо, муж, но букв пять, поэтому вот что-то вот как-то так… Когда… А, рядом. Когда рядом материалист. Любовь зла, да. Я знаю. Бывает такое, что семья – это просто наказание, может быть, да. Но тоже семья нужна, видите. Мы попали в такие диски, да. Вот. И, значит, человек попадает. Значит, смотрите, не берите сразу каких-то высоких стандартов духовной практики. Кто-то может сразу, но в основном не делайте так. Постепенно. Шаг за шагом. Чуть-чуть. Ну, сколько можете сегодня и еще чуть-чуть. Сколько можете и еще чуть-чуть. Не торопитесь. Предписано. Шаг за шагом. Медленно, постепенно нужно это делать. Но твердо это будет. Назад вы не будете падать. И через какое-то время вы почувствуете серьезные перемены в жизни, в окружении. Не думайте, что вы должны это сделать. Я это не могу сделать. Я должна сделать жизнь. Вы подключаетесь к жизни. Вот что происходит. Если горит эта вот лампочка, это не лампочка. Электростанция где-то есть, понимаете? Где-то связь с электростанцией есть. Поэтому она горит. И вы тоже можете гореть, если связана с такой электростанцией. Духовная практика. Пусть чуть-чуть, но стабильно. И вы получите связь. Уже огонек есть. Уже в темноте вы найдете выход. Уже что-то будет происходить. Понимаете? Есть система, которая нас освобождает. Есть система, которая нас порабощает. Мы просто хотим сказать. Вы берите систему правильную. Она вас освободит сама. Со временем. Потому что я сейчас освобожу себя сам. Это невозможно. Если вы даже мастер спорта по плаванию, вы не переплывете в Тихий океан. Понимаете, с чем мы связаны? У нас есть стихия духовная. Вот что нам нужно. Все получится. Верьте в это. Есть такая стихия. Я знаю на своем опыте это. Есть родственники психически нездоровые. Чем можно им помочь? Помочь. Психика лечится. Есть необратимые процессы. Я согласен. Бывает, что мы не можем излечить человека в этой жизни. Он так и проживет ее. Но если неврожденное, если что-то приобретенное, есть шанс. Психические болезни лечатся мантрами именно. И травами. Звук. Звук. Сегодня, я думаю, тут никто не владеет этими мантрами. Да и редко можно излечить человека, кто владеет мантрами. Остается только поддерживать дух в этом теле. Если это ваш родственник, это ваша обязанность заботиться о нем. Поддерживать просто его дух. Кормить освященной пищей, что мы слышали, какие-то мантры. И душа, она будет реагировать. Психика нарушена. Может быть, явно ничего, но настроение будет повышаться. Он будет легко жить в этой атмосфере. И утечет счастье вместе. Если даже психически нездоровый, может быть, хорошо себя чувствует. Позитивно. Атмосфера дома очень важная. Ну, понимаете, в старые времена были большие семьи. Всегда, говорится, кто-то болел, кто-то умирал, кто-то сходил с ума. Это все было. Кто-то погибал на войне. Это было всегда. Такова жизнь, как говорится. Переключитесь на позитивное, потому что не только все больные, кто-то здоровый, правильно живет. Надо жить полноценно, просто создать атмосферу для всех благоприятную. Это тоже наша школа. Это тоже школа жизни. Жить, как нам вот дано жить. Это духовная сила. В этом заключается. Днев – это защитная реакция. Объясните, пожалуйста, где та граница, где мы защищаем себя, а где боремся с вожделением. Гнев бывает в трех измерениях. Гнев в невежестве, гнев в страсти и гнев в добродетели. Гнев в невежестве означает, что я гневаюсь просто с любым человеком, кто со мной не согласен. Считаю себя выше других. Если кто-то с ним не согласен или что-то против имеет какое-то мнение, не совпадающее с моим, я раздражаюсь и гневаюсь. Как есть такие мужчины, которые жену держат в таком черном теле. Она не может сказать своего мнения, она просто делает то, что ей говорят, еще получает грубые какие-то реакции и терпит все это. Это гнев в невежестве. Я лучше себя, я сильнее себя, я выше себя, заткнись. Это просто гнев от невежества. Гнев в страсти, он как бы на основе закона проявляется. Меня обманули, я гневаюсь. Меня обидели, я гневаюсь. Меня ударили, я хочу ответить. Как бы справедливым кажется. В чем недостаток этого гнева в страсти? Тем, что когда я отвечаю злом на зло, я становлюсь частью зла. Не замечаю этого. Хотя я вроде справедливо делаю, но метод тот же самый. Видите, убить дракона что означает? Сам становишься драконом. Есть такая история. Это гнев в страсти. Гнев в добродетели, он используется по назначению, как энергия для обучения, для того, чтобы устранить невежество. Например, учитель, он может гневаться на ученика, чтобы дать ему знания. Или исправить его характер. То есть в позитивном смысле он применяется. Но если вы кого-то критикуете в гневе, чтобы улучшить его характер, скажем, или проведение, или дать ему знания, мы должны уравновесить чем-то позитивным. Обязательно вдохновить его после этого. Это в благости. Это позитивно. Значит, мы должны полностью исключить гнев в невежестве, избегать таких вещей. Это чувство превосходственно другими. Страсть относиться более нейтрально. Ну, по закону. Без желания мести, по закону. На закон опираться. Но выбирать гнев в благости. Наш выбор в благости остается. Значит, если проблемы от других людей у меня в жизни, я должен дать знания этим людям, как-то им дать какие-то знания, чтобы исправить их дурное поведение. Если проблема от меня, я должен над собой работать. Если проблема независима ни от других, ни от меня, я должен терпеть. Три фактора. Что-то нужно терпеть, с чем-то нужно бороться, и с чем-то нужно работать над собой. Всегда три стороны жизни есть. Поэтому нужно быть одновременно и учителем, и учеником. Каждому. И если человек не ученик, он не может быть учителем. Как написано. Все мы, на самом деле, ученики. Мы обучаем других тоже учиться жизни. Ученичество главное в нашей жизни. Как благодарить свой род, чувствуя поддержку своего рода? Как сказать спасибо? Это сейчас трудно, потому что, может быть, уже утрачена связь, конкретная связь с родом. Осталось только чувство, может быть, какое-то, да? По отношению к роду. Род идет у нас от ману. Вы не знаете, наши прородители. Ману – прородитель людей. Он и сейчас жив. Только не на этой планете. Настоял ману самхиту человечеству. Законы для человека именно данные. Но это высший наш род, да? А вот тут наши предки есть непосредственные. До какого-то колена. Не знаю, сколько вы знаете. Я мало знаю своих предков. Почти никого не знаю. Две бабушки и все. Все, что я знаю. Но что написано? Это важно. Отдать долг своему роду, что мы получили все по наследству, много чего получили хорошего. Также есть долги перед учителями, которые нас учили в школе, в институтах, перед родителями, перед друзьями, которые помогали нам, перед государством, которое тоже нам предложило какие-то услуги, законы, условия для жизни. Перед стихиями природы тоже мы долгу, видите, мы получаем от природы много богатства. Как же отдать все эти долги нам? Если вы становитесь на путь преданного служения Богу, означает, что вы уже раздали все долги, все предки будут довольны вами. Все стихии живут за вас. Все считается. Государство сдаетесь. Только в этом случае. Нужно осознавать причину всего существования, источник всего, абсолютную истину. И все, все долги раздаются автоматически. Мы там должны оказываться, главный долг там. Вот там отдаем, все остальное приходит в гармон, естественно. Когда-то люди знали свои традиции предков, горит такие специальные обряды, сегодня утрачены. А тут нет вопроса. Как деятельность по разработке военной техники влияет на карму? Нужно ли ее менять или продолжать духовно практиковать? Нет. Военное дело всегда существовало во все времена. Неизбежно. Знаете об этом, что войны неизбежны в этом мире? Приводится пример. Первая песня Бхагавата Пураны. В жаркие дни. В Индии это пример понятный. Там жара достигает 60 градусов в тени. И еще дует ветер. Понимаете что это? Топка, горячий поток идет. Вот бамбук, стволы бамбука на ветру трутся и вспыхивают. Вот такой пример. Никто не поджигает. Никто же не хочет войны. А как? Все не успехи. Пока люди содержат бойни, будут войны, эпидемии. Пока делают аборты, будут войны, эпидемии. То есть, естественно, реакция на вот эти вот недостатки, которые мы тогда ошибки совершаем, природа будет реагировать. Смотрите, когда я еще был юношей, мы не слышали слова «рак». Не было этого. Не было вообще такой болезни. А когда услышали впервые, все в ужас пришли. А сегодня с онкологией дети рождаются. Дорогие мои, что-то происходит. Кто-то это делает специально. Но это реакция на нашу жизнь. Мы должны найти причину в себе. Как видите, говорится, ищи причину всегда в себе, когда что-то происходит в твоей жизни. Мы не знали, что такое энцефалит, слово это же. Не было такого. Люди свободно ходили в лес, в тайгу. Не было такого. Он в Грузии был, в Бушетии. Там тоже красивые горы, леса. Я говорю, можно погулять. Я говорю, а там есть этот энцефалит? У нас такого нет. А где-то есть, где-то природа не пускает человека в лес. Вообще не войдешь. Страшно. Лечь. А тут рак. А тут диабет через одного. А тут еще такие и такие. Все это накапливается. Откуда? Откуда? Смотрите. Есть причина. Природа реагирует на поступки человека. Надо разобраться с этим. Это не что-то новое, говорю. Все это знают, кто изучал веды. Все знают, как ты ведешь себя с природой. Она точно так же отвечает. Как ты предаешься Богу, так ты и получаешь ответ оттуда. Точно так же. Если ты считаешь, что души нет, тебе кто-то скажет именно эту фразу, что у тебя души нет. Тебя отвергнут духовно. Ты получаешь такой же ответ. Не судимы? Не судите, не судимы будете. Прощайте, прощены будете. Это же закон, это правило. Мы учимся жить с вами. Давайте изучим вот эти изначальные, высшие принципы, стандарты. Выберем, что мы можем делать. Начнем делать. Вы увидите, чудеса в жизни происходят. Не просто делать гимнастику и встречать рассвет, а увидеть, что это взгляд Бога Солнца. Это взгляд Бога в вселенской форме. Так написано. Почему? Потому что без света наш глаз не видит. Наш глаз видит только тогда. Солнце смотрит на нас. Зрение, другие чувства. Зависимы наши. Давайте посмотрим, как мы зависим от этой вселенской формы. Как она устроена. И что такое наше зрение, наше обоняние, наше исчезание, наше мышление, наше функция наших органов. Все это связано. Ноги, на которые мы опираемся. А есть ноги общества. Есть руки общества. У нас руки. Есть голова общества. Смотрите, изучаем давайте все это. Это все очень связано. В мире много религий и богов. Какое имя у Верховного Бога? Самое прекрасное имя у лучших всех. Имени нет у него одного. У него миллионы качеств. Никто не знает сколько. На каждое качество есть имя. Но есть наука, трактат. Намататва называется. То есть наука об именах Бога. Я читал ее. Там разделяется на две категории имена Бога. Первичные имена и вторичные имена. Вторичные имена – это имена, все относящиеся к материальному творению. Мы слышали, что Бог – судья к материальному творению. Бог – творец к этому же моменту. Справедливый, милосердный, прощающий все к этому. Всемогущий, всепроникающий, всезнающий – это все вторичные имена, которые мы знаем. Мы так именно к нему и обращаемся, если обращаемся. А первичные имена совершенно другие. Первичные имена относятся к духовному измерению жизни, где именно его обитель. Она вечная. Это не творение. Он там не творец, не судья, не всемогущий. А кто он там? Возлюбленный, в высшей степени. То есть любовь к Богу нельзя пересказать, что это такое. Вы любите Бога каждой клеточкой своего существования. Полностью. Всем разумом, всеми чувствами. Это высшая ступень йоги, говорится. Всепоглощающая, вселенская, личностная любовь. И оттам имена прекрасные, всепривлекающие, дающие радость, источник моих чувств. Возлюбленный. Много имен. Там к нему обращаются не как к отцу, как к другу, как к сыну, как к возлюбленному. Там ничего у него не просят. Все хотят что-то делать для него. Здесь его знают как отца, потому что у него нужно просить. Он отец, он должен дать мне что-то. Дай мне, дай мне, дай мне. Я твой сын. Это мой отец. Там никто не обращается к этому как к отцу. Как к возлюбленному, которому я хочу служить. Маджанам, наданам, насундарим, кавитам, ваджагадишикам. Маджан, маниджан, манишвари, баватат, бахтира, хайтуки твои. Мне не нужно, говорят там. Ни красивых женщин, ни последователей, ни богатства. Но что нужно? Я просто хочу служить тебе, жить за жизнью. Сознание, говорится, в айкунхе духовного мира. Нет никаких материальных желаний. Не нужно. Если мы эту связь обретаем, то мы уже обеспечены. Об этом не нужно думать. Разве чего-то не хватает в мире, если нет жадности. Или зависть. Это бога лишнего любви. В этом сознании у нас будет изобилие. Бескорыстная любовь значит изобилие. экономическое процветание автоматически. Вы говорили про развод. «После развода муж взял меня в жены». Это значит, что тот союз распался на тонком уровне. «Страх быть несчастной в этом браке». Страх. Да, да, потому что есть акция и реакция. Конечно, будет страх. Но если вы начинаете духовную практику, карма меняется, сжигается. Можете начать новую жизнь, новое рождение обрести. Человек дважды должен родиться. Первый раз от отца и матери, от семени и крови. Второе рождение должно быть духовное. С этого момента считается, он начинает новую жизнь. И не важно, что было до этого. Разводы там или какие-то ошибки, это уже не важно. Новое рождение получает человек. Если вы меняете образ жизни на духовный, то новое рождение. Другого, но нет метода, понимаете. Карма есть карма, за все получаем реакцию. Какому учителю отдать ребенка, чтобы воспитать, характер. Много учителей хороших. У меня есть учитель. Прежде всего, станьте вы учителем ребенка, вы мать. Вы главный учитель должны быть для ребенка. Учите себя. Найдите истинного духовного учителя. Тогда сможете ребенку указать правильное направление. Если даже я сейчас скажу, какому конкретно важны отношения, важно ваша связь внутренняя с этим. Иначе какой толк. Вы должны стать учителем для своего ребенка. Прежде всего, духовным наставником. У вас должен быть учитель. Какой-то духовный наставник, настоящий. И тогда ребенок увидит то благо, которое вы получаете от этого. Естественно, он будет заинтересован. Через вас он будет заинтересован. Не так, что у меня нет ни наставника, ни духовного учителя. А я ребенка говорю, вот ты пойдешь, будешь учитель. Вот здесь. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо за лекцию. Ну и что же делать? То есть, ты живешь, вы говорите, найдите духовного наставника. Это что значит? Да, сочувствуем, сочувствуйте. Безвыходное положение, у нас тупик полный вообще. Никакого тупика нет. Не придумывайте себе проблему, пожалуйста. Есть духовные учителя, всегда они есть на земле. Сегодня становится все больше и больше, кто практикует серьезно, может помочь нам. Мы же говорили, есть внешняя энергия, есть внутренняя энергия. С внешней точки зрения, где этот учитель, как его найду? На улице, что ли? На нем не написано на обуви, верно же? Где его найти? Он сам себе документы не показывает. Видите, ваш духовный учитель, у меня корочка есть. Как его найти? Оказывается, с точки зрения внутренней энергии, это очень просто. Потому что в вашем сердце находится духовный учитель. Параматма, сверхдуша или Бог в сердце, он же также духовный учитель. Главный, да? В сердце находится. Если вы, на самом деле, искренне заинтересованы в том, что вам необходим, как воздух, духовный учитель, первый, кто об этом узнает, свидетель в вашем сердце. И он вас сведет. Вот и все. Это трансцендентный закон. Ничего сложного нет. Ничего сложного нет. Это закон. Если вы готов, учитель придет. Зачем ждать? Слушайте свое сердце. Слушайте свое сердце. Вы найдете. Воду мы берем из реки, молоко от коровы. Откуда знания? От учителя, конечно. Книги – хорошо. Но я вам скажу одну вещь. Хорошо размышлять. Книги – хорошо. Я думаю, это хорошо. Хорошее начало будет читать книги. Но пока мы не получим те же знания в форме наставлений, чудо не произойдет. Потому что вместе с ученостью приходит и гордость учености. А в форме наставления этого не случится. Вводите великим человеком, но скромным, свободным. Это духовное положение. Свобода. Вы потеряете себя. Ученых там много. Знаете, кто самые глупые люди сегодня? Ученые. Кто считается ученым? С ними труднее всего. Легче ребенка обучить, чем ученого. Они мнят из себя. У них же эго большое. Самое тонкое эго – это эго учености. Это очень сложно. Да, поэтому перед духовным учителем я занимаю правильное положение. Смирение. Смирение. Только перед ним. Это очень важный момент. Духовная жизнь учит нас почтению. К тому, кто в чем-то лучше меня, выше меня. Знает больше. Или возраст почтенный. Это форма почтения. Это и есть как бы симптом образования. Когда младший почитает старшего, дружит с равным и помогает младшему. Вот это значит образованный человек. Тот, кто отворачивается от населения старших, кто конкурирует с друзьями, борется. Кто эксплуатирует неразумных и младших – это демон, необразованный человек. Кто радуется, что увидел старшего, кто больше знает. Кто-то дружит с равным, кто-то заботится о младших – это образованный человек. Это симптом образования. Там не говорится, что тот, кто знает философию или математику, он ничего не делает. Друзья, нет. Качество знаний, не информация. Зачем информация плохому человеку, скажите? Она только навредит. Зачем негодяю давать высшее образование, скажите? Это же еще хуже будет. Лучше необразованный негодяй, чем образованный негодяй. То есть качество важнее. Вот это и есть духовная практика. Если есть качество, значит вы умеете, знаете науку взаимоотношений. А если вы знаете науку взаимоотношений, успешно во всех сферах жизни будете. А информация несложная. Навыки несложные. Даже медведям можно на мотоцикле научить ездить, правда же? А вот качество – это не следующее образование. Хорошо? Спасибо большое. Тут мы остановимся. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...